Это очень важновато, когда я думаю о переходном возрасте. Вы сейчас рассказываете не о сыне, а о той атмосфере, в которой он находится. Понимаете, дети, они не сотканы из самого себя. Ребёнок соткан из атмосферы, в которой он находится. Если он смотрит боевики, всякие фильмы, которые опускают, суживают сознание. Если он играет в компьютерные игры, если он общается с такими же подобными сверстниками, то он таким становится. То есть это результат общения плюс атмосферы в вашем доме. Но если говорить об атмосфере, то она является всё равно главной. Вот подумайте, какая атмосфера в том месте, где вы живёте. Есть ли там любовь, есть ли там духовная жизнь, смотрят ли там нравственные фильмы, или там просто включают хоккей, футбол. Понимаете, вы просто начните с того, в какой атмосфере находится ваша жизнь. Потому что ребёнок, он в своём поведении, его поведение копирует эту атмосферу. Если атмосфера возвышенная, ребёнок постепенно очищается и возвышается. Приведу вам такой пример. В Минске на лекции вчера, она женщина мне рассказала такую ситуацию. У неё сын был наркоманом. И он сам не хотел бросать, потреблять наркотики. Но она начала молиться по той методике, которую я предложил. Слушать голос святого человека, колониться в святыне какой-то, и вот через звук, то есть настраиваться на звук, думать о святом человеке, и внутри сын вот здесь сидит, и постепенно мысли о нём очищаются. Когда она так начала практиковать, бабушка потом подключилась, они вдвоём с бабушкой очень интенсивно молились. Ребёнок, мало того, что он бросил наркотики, он также ещё, или это муж был, что-то я уже не помню. Но неважно. Важно то, что человек полностью очистился и сам начал тоже молитву практиковать. То есть это произошли колоссальные перемены в его сознании. И это длилось какое-то время. Понимаете? То есть если мы… Почему ребёнок вот такой ленивый? Лень — это его как бы… 80% состояния ребёнка — это ваша атмосфера, в которой вы сами живёте или ему позволили жить. Это 80% вашего ребёнка. 20% — это его природа. Потому что если у вас атмосфера сильная, ребёнок, у него нет разума. Знаете, что такое разум? Эта штука, которая как антенна, она настраивается на атмосферу, в которой человек находится. Если человек сильно разумный, он может держать свою атмосферу психическую. Но у детей нет разума. Они очень… Даже до 25 лет сейчас человек очень слаб. То есть ему очень трудно самому как-то создавать свою атмосферу, её держать. Чаще всего он подчиняется той атмосфере, которая находится. Если мама болтает по телефону, отец смотрит хоккей, каждый день ребёнок играет в компьютерные игры. То есть если атмосфера наслаждения, балдежа дома или депрессняк, ещё что-то, мы не можем найти отношения друг с другом, тогда в этом случае ребёнок, соответственно, тоже у него депрессняк, лень, он ничего не хочет делать. Вот поднимите руку, кто спрашивает. Я просто… Это всё конкретные вещи. Надо конкретно говорить, что у вас дома. У вас дома депрессия. Да. У вас… Вы замужем? Вы с мужем живёте? Да? Ну, у вас дома такое депрессивное состояние. Это ведь правда? Ну, так ребёнок просто копирует эту депрессию, и поэтому на кое-то цвление. Вот представьте, если там вы радостная, счастливая, муж такой же, вы все молитесь, там вы занимаетесь духовной практикой, хорошо. Если муж не хочет, ребёнок, вы начинаете это делать. Вы увидите, как всё поменяется. Вы не представляете, насколько сильно это влияет. Ничего не начинается с ребёнка, потому что, понимаете, все ваши вопросы означают одно и то же. И все эти вопросы означают также безнадёго. Смотрите, как вопрос звучит. Что мне делать с ребёнком? Ребёнок олицетворяет вашу судьбу. Он является реакцией вашей судьбы. Если человек хочет делать с ребёнком что-то, а не с собой, это безнадёжная ситуация. Если он считает, что ребёнок во всём виноват, безнадёжная ситуация. Если вы считаете, что вы все вместе во всём виноваты, значит, уже какой-то выход будет. А если вы начнёте с себя, начнёте просто молиться и себя менять в своём сердце, то первое, что произойдёт, вы как бы ребёнка лучше почувствуете. Первое, что вы поймёте, что он очень похож на вас. Вот я начал как бы медитировать, я увидел, что он очень похож на вас, ваш ребёнок. Часто бывает, что умственное пространство одного из родителей совпадает с умственным пространством ребёнка. Ребёнок очень похож на вас. У вас общее умственное пространство с ним. Вы сама по себе очень чуткий такой, ранимый и спокойный, такой тихий человек. Вам надо такую тихую, спокойную атмосферу. Ну, если уж говорить глубокие какие-то вещи, то у вас есть какая-то трудность, связанная с отношениями с близкими, с близким человеком. И вы устали от этой трудности. Вы находитесь в состоянии усталости, и ваш ребёнок, он копирует эту усталость в виде лени. То есть это называется безволие. То есть это, ну не то, что лень. Просто вы не знаете выхода в жизни, в своей ситуации, а он это копирует тем, что у него нет волевого фактора в жизни. То есть у вас нет выхода, у него нет волевого фактора. Замкнутый круг. Почему? Потому что, когда человеку трудно, он должен делать то, что я говорю каждый день на лекции, что я делаю сам. Сегодня рано утром я встал с постели разбитый, уставший, потому что была тяжёлая лекция в Минске, а до этого день назад была тяжёлая лекция в Киеве. То есть каждый день вперёд, каждый день тяжёлая лекция, силы человека кончаются. Я начал, сел очень, сосредоточился, начал молиться, включил голос в духовный учителя, вместе с ним начал повторять вина Бога. И постепенно я очень сильно концентрировался и сидел неподвижно. Постепенно усталость начала сходить очень медленно, потихонечку. И через полтора часа у меня был выбор или поспать на полтора часа побольше, или встать раньше и всё-таки победить судьбу. Я почувствовал силу в сердце. У меня прошла усталость, я почувствовал силу. Мне предстоял ещё один перелёт. Я знаю, о чём я говорю вам. У вас нет опыта. Я насколько я вижу, что вы только в моей лекции серьёзно как-то воспринимать начали всего три месяца. Так или нет? Ну да, три месяца только воспринимать начали серьёзно. Вы только начинаете свой путь в этом процессе. У вас пока нет знания. Я уверен, что ваша судьба в этой ситуации не такая сложная. Если вы будете практиковать молитву, которую я вам рекомендовал, в своей духовной традиции, ничего не меняя, будете практиковать и в духовной традиции. Пока нет, выберите ту, которая вам нравится, любую. Не обязательно потом в ней оставаться. Вам нужна помощь, понимаете? Или просто повторяйте, я желаю всем счастья. Кланете, слушайте голос какой-нибудь возвышенных людей. Если вы начнёте это практиковать, вам надо три месяца всего. Три месяца. По часу такой практики. Чтобы вы поняли полностью вашего мужа. Поняли, почему он так ведёт, что делает, как решить ситуацию. У вас будет кристальное представление о том, что происходит. У вас не будет никаких сомнений. Вот. Ещё два месяца, и ваш сын уже радуется рядом с вами. Становится счастливым. Всё находится, вся ситуация находится внутри вас, в вашем сердце. Вы хотите, чтобы я за вас это делал? Я могу сделать, но вряд ли это вам надолго поможет. Я всю жизнь же не смогу этим заниматься. Муж ушёл, когда бедонку было три года. Вот смотрите. Как определить, что ситуация непромоленная? Когда ситуация непромоленная, человек не задаёт вопрос. Он как его задаёт? Он задаёт, обвиняя кого-то. Это означает, что ситуация, она… Вот судьба, когда непромоленная, смотрите, сначала… Ну, как судьба плохая начинает действовать, сначала возникает боль в сердце. Потом эта боль расставляет, как бы, расставляет знания под влиянием боли, как действует. Оно находит виновного. Потому что, когда человек больному, ему нужно найти виновного. Он не может по-другому себя вести. Как бы, ваше внутреннее знание расставило всех виновных. И дальше что? И дальше у всех возникает ко мне закономерный вопрос. Олег Геннадьевич, что с ними делать? С ними ничего не надо делать. Так действует судьба. Ваша собственная судьба через людей воплощается в виде событий. Вот жизнь так устроена, если уверите, что этот мир не создан из комбинации каких-то случайных молекул, атомов. Или кто верит, что это случайно все возник этот мир? Кто верит в этот подниметил? Тогда нечего делать на лекции. Если вы верите, что в этом мире есть закономерности. Вот смотрите, наш организм работает здесь миллиарды клеток. Каждая клетка устроена так сложно, что невозможно в современном техническом пространстве даже приблизиться к этой пилигранной работе. И все клетки в организме работают синхронно каждую секунду времени. Представляете, какая сложная система? Но я, вот я лично, вообще не знаю, что там происходит внутри. Я считаю это собой. Считаю это собой и думаю, ну если это я, значит все нормально там происходит. Вот. Но понимаете, если я что-то ем внутрь, дальше я проглотил, и я не знаю, что там происходит дальше. Но в какой-то момент приходит сигнал, что надо быстрее бежать с лекцией, иначе что-то произойдет нехорошее. Вот. Понимаете, я ничего не знаю, что там происходит внутри. И веда объясняет, что у нас есть сверхдуша или Бог в сердце. Он же является совестью, он же дает счастье, ощущение счастья вот здесь из сердца. Он все это контролирует, понимаете. Все, все вот эти процессы в организме, вельчайшие процессы. Неужели вы думаете, если так сложно устроен наш организм? Неужели вы думаете, что психика сложена просто? Она точно так же устроена очень глубоко и сложно. Каждый человек связан психическими нитями со своими родственниками, со своими близкими. Понимаете, все это работает очень синхронно и связано с нашей судьбой. Мы находим людей не зря. Вот допустим, если вы влюбляетесь в кого-то так очень страстно, сильно как бы влюбляетесь, то в этой любви есть как бы два полюса. Если ваша любовь основана на половом желании к человеку, то половое желание связано с нижними центрами. Нижние центры человека психически связаны с плохими чертами характера. Это значит по факту, что вы сгармонизировали своими плохими чертами характера с этим человеком. Это вызвало половое желание, и это является вашей любовью. Если вы, допустим, сгармонизировали по высшим центрам, то у вас любовь, она более такую спокойную природу имеет, возвышенную и основанную на общих интересах, на общей цели в жизни. В этом случае тогда кармон будет действовать не так сильно. Но большинство людей хотят наслаждаться близким человеком. Наслаждение означает половое желание. Чем сильнее наслаждение в отношении, чем сильнее страсть, вот это чувство жгучее, как бы идущее от человека, тем сильнее включаются нижние центры в карму. Поэтому в древней культуре людей сводили, старшие, они смотрели, чтобы у людей были правильные, сформированные симпатии. Они спрашивали, какие чувства возникают к этому человеку. Понимаете, они ситуацию не давали на самотеку. И в результате люди жили в хороших семейных отношениях, в хорошей карме. Сейчас все просто создают сами семьи. И дальше что происходит? Вот эта тяжелая карма начинает воплощаться в жизнь. Как она воплощается? Через близкого человека. Он является представителем моих прошлых поступков, которые я совершил. И сейчас он будет меня мучить, пока я не побежу, не смогу победить эту карму. Поэтому первое, что должен сделать человек, это в молитве успокоиться, принять судьбу. Почему мы не можем принять судьбу? Потому что, когда идет тяжелая судьба, у нас не хватает энергии счастья, внутренней силы справиться с этим. Не хватает силы. Когда человек молится, у него наполняется силой сердца, и он принимает судьбу. Он говорит, у меня нормальный муж. Девушка говорит. Итак, когда ребенку было три года, отец мало общался с сыном. И всю ответственность карму хочет отдать мне. У него другая семья, и недавно родилась дочь. Что делать? Как привести отца к сыну? Видите, то есть, о чем речь сейчас идет? Это ситуитивное мышление. Есть больная ситуация. Есть боль, допустим, да? Вот кто-то, допустим, пришел на лекцию мою, и не хочет меня слушать. Отвернулся, сел задом и сидит вот так, демонстративно. И я думаю, что мне делать с этим человеком? Да мне не надо ничего с этим делать. Первое, что надо, мне его простить. Думайте, ну как бы вот у человека такая жизнь. Он вот так живет, у него такое мышление. Он, была такая судьба, там, и так далее. И он в результате пришел к такому выводу, что надо прийти на лекцию, сесть спиной. Вот. Я должен спокойно принять просто сердце, попросить свое, чтобы простить этого человека, принять. Когда я принял этого человека, как только я его принял, с этого момента я начинаю его понимать, что происходит внутри у него. Может, у него другая вера, он протест так выражает. Или еще что-то. Ну, то есть, что-то происходит такое у него внутри, что он принял такую позицию в жизни. Когда я успокоился, когда я спокойно начинаю на него смотреть, я его начинаю понимать. Когда я начинаю его понимать, я могу просто молиться за то, чтобы у него было в жизни все хорошо, не желая изменить свою судьбу. Ну, пусть как ради Бога, как бы, человек пришел, пускай сидит спиной. Вот. В этот момент включается отношение любви. То есть, я когда принимаю человека вместе с его судьбой, со всей, я начинаю его любить, между нами устанавливаются отношения. И он поворачивается и садится на гоня. Может быть. А может быть и нет. Но в любом случае, это уже меня не беспокоит. И его тоже. Понимаете? Судьба разрешена. То есть, понимаете, в этом вопросе, женщина, что она, как привести отца к сыну? Вы не хотите, по факту, привести отца к сыну. Вы хотите, чтобы ваша боль от этой ситуации стихла. Если вы хотите, чтобы она стихла, тогда просто поймите, где начинается боль и где она заканчивается. Боль начинается в сердце, потому что там действует судьба. Если вы думаете о святыне, соединяйте себя с Богом, слушайте голос какого-то святого человека, который настраивает вас на правильную волну. Большинство людей не знают, как молиться, как настраиваться. Но слушая голос возвышенного человека, вы интуитивно будете настраиваться на то, как надо. Он же всю жизнь знает, как надо. Он так молится. Покланитесь святому. Вместе со святым человеком повторяете молитву и отдаете объекту святости своей. Может быть, это святой человек другой, может быть, это изображение Бога, или святой земли, там, священного писания, святого имени. Во всех духовных традициях по-разному. Когда вы это начинаете делать, постепенно вы начинаете понимать всю ситуацию, что муж не смог с вами жить. Вы почувствуете причины, почему это произошло. Он не смог просто. У него не получилась возможность такая. Дальше он ушел из семьи. Ситуация вся раскроется. Ну, кстати, кто писал, я вам раскрою сейчас ситуацию. Дальше произошло следующее. Он в сердце, понимаете, есть голова у человека, есть сердце. В сердце ему стыдно то, что произошло. Этот стыд не дает возможности ему общаться не с вами, не с вашим ребенком. А у вас есть сильная обида на него. И эта обида, она усиливает, поляризует ситуацию. То есть, понимаете, когда человек и так совершил плохой поступок, и плюс обида, ситуация становится невыносимой для того, кто совершил этот плохой поступок. Для него идти к вашему сыну, это идти на каторгу. Понимаете, это идти на каторгу, потому что он будет видеть его глаза, ваши глаза. Это означает, что он встает прямо перед совестью, перед своим. Вот я сейчас представил его на своем месте, что, да? Понятно, что он даже в глаза не может смотреть. Но вот вы, как сейчас сказали, у вас в сердце возникла радость. Понимаете, ваша радость. Вот, гад, он даже в глаза не может смотреть. Вот. Это хорошо. Вот. Но поймите такую вещь, что эта ситуация вообще не его. Эта ситуация только ваша, и все. Причина, почему она ваша, заключается в том, что вы не знаете, что такое жизнь. Жизнь начинается в сердце, заканчивается в сердце. Понимаете? Уже сколько, насколько я вижу, уже три года прошло, да, с этой ситуацией. Вот. И три года вы не можете молить и простить человека. Это ведь ваша проблема. Тем более, что вы не понимаете, почему он ушел. Ну, чуть-чуть понимает. Согласен, что по чуть-чуть вы что-то понимаете. Но, понимаете, человек не может просто так уйти. Он ушел, потому что вы очень сильно обижались. Жизнь стала невыносимой для него. Понимаете? Он как бы... Вы постоянно в депрессивных состояниях, в слезах. Ну, кто это может выдержать? Скажите. Вам что-то не хватало с ним в жизни? Вы плакали. Он замучился, ушел. И он же виноват теперь, видите? И считать себя виноватой тоже, это не способ жить. Я виноват, и все, я виноват. Ну, что дальше? Ну, я и виноват. И что? И что, сын опять в депрессии? Вы в депрессии? Муж в глаза не смотрит. Что-то поменялось, нет? Вот это уже другое дело. То есть, пытаясь молиться, это тоже с хорошей фразой, но не до конца. Не пытаюсь молиться, а побеждаю свою судьбу. Не надо принять... Вот хорошо, что мы с вами об этом говорим. Не надо пытаться принять ситуацию. Вы не прините. Потому что, поймите, все, что в этом мире с нами происходит, это соткано из боли и наказания. Единственное, что может помочь нам, это свет, идущий от Бога. Понимаете, у вас не хватает счастья в сердце, чтобы принять. Вы не можете сейчас пытаться принять. Вы только на 30% наполнили ваше сердце силой, которая даст вам возможность принять. На 30% всего. Эти 30% вам дали возможность, по крайней мере, не плакать, а успокоиться. Внешне. Поймите, что ситуация примется сама. Ее не надо пытаться принимать. Точно так же, как колодец заполняется водой до отказа, не надо делать вид, что он уже заполнился, когда он еще полупустой. Точно так же, когда человек думает о святом человеке, слушает голос, который помогает ему молиться, настраивается правильно, кланяется и живет духовной жизнью. Когда человек в сердце свою такую работу проделывает, приходит время, и сердце постепенно наполняется счастьем. Это счастье сначала приводит к спокойствию. Вы начинаете... Спокойствие дает возможность простить. Когда вы успокаиваетесь по отношению к ситуации, приходит к прощению. Сначала приходит прощение. Как пришло к прощению, прощение создает спокойствие. Мир. Мир включает разум. Вот когда спокойная ситуация между вами... Я говорю про сердца. Между вашим сердцем и вашего бывшего мужа сердцем возникает мир. Что это значит? Это значит, что вы начали его понимать. Начали понимать, почему он так поступил, что с ним происходит. Дальше... Вы молитесь дальше. У него появляется ручеек любви в его сердце. Дает возможность ему уже думать об этой ситуации. То есть он уже не в заданной ситуации вот этого отчаянного страха за то, что он сделал. А уже как-то просыпается у него спокойствие. И он там заходит на огонек, улыбается. Он говорит здрасте, заботится о сыне. То есть все как бы меняется. Но ведь и даже это не является самым главным для вашей жизни. Вот вы сейчас считаете, что это является главным для вашей жизни. А я считаю, что главным для вашей жизни является постепенно в своем сердце после всего этого окрепнуть, простить, стать красивой, счастливой, найти своему сыну хорошего мужчину, который будет с вами жить и станет ему отцом. А? Когда придет мужчина. Когда придет мужчина. Ну вот, все поняла. Столько объясняла. Поймите, что нет никаких проблем в том, чтобы он пришел. Сейчас это не поможет ни ему, ни вам. Ваше сердце занято обидой и отчаянием. Если это так, то любой человек, который придет в ваше сердце в таком состоянии, будет кушать вашу обиду и отчаяние. Никому не нужна ваша обида и отчаяние. Никто не будет жить с таким человеком. Еще раз повторяю, что не надо думать о результатах. Вы мне первый вопрос задали вот так. Олег Геннадьевич, что делать с отцом, когда он придет к сыну? Я вам объяснил, что это все зависит от силы вашей молитвы. И когда ваша молитва наполнит ваше сердце, сначала разрешится ситуация с вашим высшим мужем. У вас, между вами наступит мир. Это будет первая стадия. Вторая стадия. Ваше сердце начнет крепнуть, и ваши силы пойдут в лицо. Оно станет румяным. У женщины, когда она живет правильно, у нее личка становится красивым, румяным, глазки блестящими, и она становится кому-то интересной всегда. Потому что женщина, она соткана из любви. Сейчас вы не сотканы из любви, вы сейчас сотканы из неразрешенной ситуации вашей судьбы. Вы можете жить так 10 лет, 15-20, помереть еще от рака, из-за того, что вот эта депрессия съест вашу психику, ваш организм. И ничего не придет в вашу жизнь в этом случае. Но я вам объясню, как это сделать так, чтобы через полгода уже вы расцвели. А? Ну, чуть-чуть, так знаете, как бы, чуть-чуть ситуация в вашем сердце меняется к лучшему. Очень медленно. Вы сколько моетесь в день? Не каждый день. Ну, сколько вот, когда вы моете, сколько вы моете? А, это не. Это, знаете, это так мало. Вам надо хотя бы час, понимаете, 20 минут психика, только капелька спокойствия попадает в сердце. Вот смотрите, как вам не нужна ваша жизнь. Вам капелька спокойствия в сердце попала, и вы уже думаете, ну все, достаточно. Понимаете, вам не нужна ни счастье, ни жизнь, ни ваши отношения, ничего вам не надо. Вы не хотите судьбу свою, вот, ну, с помощью веры, молитвы. Может, мне за вас помолиться? Видите, даже ваш ответ, я буду стараться. Означает, ничего не будет хорошего. Правильный ответ. Надо сказать, Олег Геннадьевич, я все поняла, с завтрашнего дня начну молиться каждый день по часу, я все сделаю. Не буду стараться, я все сделаю. Я смогу победить, слышу. Ну-ка, скажите мне. Скажите, как я вам сказал. Не хотите побеждать, слышу. Говорите. И? Не чтоб победить, а я смогу победить, слышу. Сто процентов. Для этого вам надо, там называется благословение, для этого вам надо правило одно понять. Во время молитвы внимательно слушайте голос того, кто вам помогает, кому вы верьте, что он вам поможет. И повторяйте молитву так же, как он. Когда молитва придет в сердце, вот здесь вот появится сила, тогда от сердца уже потом вместе с тем, кто вам помогает, начните кланяться объекту вашей духовной любви. Это может быть изображение Бога или какого-то возвышенного святого или святого места в вашей культуре и духовной традиции. Когда вы таким образом будете делать, то первое, что произойдет, у вас наступит спокойствие в сердце. Не поддавайтесь. Отдайте спокойствие опять святому человеку. Скажите, я хочу тебе служить. Я хочу жить для тебя. Потом дальше постепенно за спокойствием появится вся эта ситуация. Вы испугаетесь, что вскроется вот ваше сердце. И там вот эта вот боль, которая возникла в отношениях с мужем. Опять не пугайтесь, дальше поклоняйтесь, думайте о скуке и кланяйтесь. Постепенно вы почувствуете, что эта ситуация с мужем успокаивается. Через месяца два где-то вы сможете даже спокойно думать о нем. И можете даже им позвонить, поговорить с ним. И он тоже среагивает спокойно. И эта ситуация уже разрешится вся. Он в какой-то момент будет уже приходить. С этого момента ваше сердце успокоится. У вас появятся светлые чувства к бывшему мужу. И дальше ваша жизнь начнет налаживаться уже внутри вашей судьбы уже. Ваше сердце начнет наполняться силой, счастьем внутренним, самодостаточностью. И потом все начнет налаживаться в вашей жизни. Нет такого, что вы должны остаться одному. Уже сейчас есть хороший период для вас выйти замуж-замуж. Просто вы не реализуете его, потому что жизнь протекает в неправильном ключе. Нас этого правильного ключа никто не учил вообще. У нас культура, в которой люди вообще не понимают, что делать со своей судьбой. И поэтому все страдают. Я читал лекции в Киеве позавчера. Ситуация тяжелейшая в стране. Идет война, люди подавлены. Я до этого читал тренинг, проводил в Киеве. Как настраиваться, как молиться и все прочее. И три-четыре человека подряд мне сказали одну и ту же вещь. Олег Геннадьевич, у меня все хорошо, но я сейчас уже не молюсь, потому что как стало хорошо, я расслабился и уже не молюсь. Люди, видите, людям много не надо. Они чуть-чуть помолились, стало чуть лучше жить. До свидания, молитвы, все. Да это же неправильно. Можно же вообще всю свою судьбу, всю свою жизнь повернуть и возвысить, если это делать каждый день. Намного не надо, мы чуть-чуть легче стало жить и все, и мы уже расслабились. У меня двое прекрасных детей от мужчины моей мечты. Вместе мы с 2001 года, и все в гражданском браке. Год назад он принял решение уйти. Я его вернул три месяца назад. Но очень номинально. Он не хочет строить реальные отношения. Живет в доме как сосед. Меня и детей обеспечивает. Но на любой мой вопрос реагирует как посягательство на его свободу. Говорит мне, что я свободная женщина, и мы только детей вместе воспитываем. Нет? Не собираются оформлять отношения. Как быть? Будем каждый раз повторять одно и то же. Все бесполезно. Как вы видите, вы настолько тупые. Нам хочется наслаждаться жизнью. Нам хочется, чтобы жизнь она давала нам свои подарки. Все. Мы не хотим работать над судьбой. Давайте сначала начинаем. Вот мы встретились с кем-то, да? Живем. Как люди живут друг с другом? Что они делают? Они наслаждаются друг с другом. То есть они хотят, чтобы близкий человек дарил счастье. Он дарит счастье, и это счастье заканчивается. Потому что подарки не могут идти всю жизнь бесконечно. Допустим, я живу в номере в гостинице. Кто-то стучит, говорит, Олег Геннадьевич, вам подарочек. Хорошо, раз, подарочек. Потом я сижу, жду, когда второй. Раз, тук, 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 еще один подарочек. Хорошо. Потом подарочки перестали приносить. И я пишу записку, Олег Геннадьевич, знаете, подарочки не приносят. Что сделать, что приносили? Ну это же безумие, правильно? Ну то есть мы живем с близким человеком, да? Вся психика вообще у нас повернута только на наслаждение. Вот мужик как бы уже живет рядом с вами. Представляете, какая стеза? Между вами уже кончились наслаждения все. Ну нету и больше. Я все время рассказываю им тот же армейдот. Бабушка приходит к врачу, говорит, что случилось врач? Бабушка говорит, не мочусь. Он говорит, ну вам 80 лет, моча кончилась. Все, идите домой. Кончилась моча, все, ее нет уже. Вот понимаете, в нашей жизни все кончается. То есть желалась мужчина и наслаждалась им. Общее счастье кончилось, наслаждение кончилось. Все равно это же кончается. Для того, если вы хотите, чтобы не кончалось, надо по-другому жить. Понимаете, нужно жить в молитве, вырабатывать у себя бескорыстие, прощать человека за то, что он меня не наслаждает. Простила в сердце, начала ему служить. Заботиться никто не отвергнет любовь. Любовь сначала идет в сердце, потом она в поступках может идти. Ну то есть человек не хочет наслаждаться мной. И живет со мной просто так. Это вообще подвиг. Представьте, уже как бы наслаждение кончилось, а он продолжает с вами жить. Ради детей, ради вас. Это же самоистязательство фактически. Что ему сейчас надо в жизни? Наслаждение между вами кончилось. Так? Ему наслаждение нужно в жизни, он хочет дальше балдеть. Как мужчина балдеет? Женщина как балдеет? Она балдеет с помощью детей, с помощью родственников. В ней много способов балдеть. Испытывать счастье в отношениях. Особенно с детьми. Супер. А у мужчины у него как бы... Похуже ситуация. Женщина, она вся вот соткана из энергии наслаждения. Вся из себя, вся соткана из энергии наслаждения. А у мужчины наслаждение находится только в одном месте. Понимаете? В теле. И как бы, если через это место счастье не идет, он думает, что-то надо искать, что-то другое. И он смотрит там, где покрасивее, помоложе. Понимаете? Вот и вся система. Система балдежа. Которая приводит к страданиям всегда в этом мире. Всегда только к страданиям. И все. Она очень простая. У женщины есть возможность наслаждаться детьми. Она сейчас... Все, она балдеет от детей. У мужчин как бы тоже есть эта возможность. Но такая послабеет. Намного послабеет. И она, не женщина, задает вопрос. Олег Геннадьевич, как бы... Деньги заплачены, где услуги? Почему не расписывается гад? Вы поймите, что между вами нет отношений. Между вами нет отношений. То, что до этого все было, это не отношения. Это просто вытягивание друг из друга энергии счастья. Один раз Васька, кот Васька попал в спирт. И как бы его хозяин, он нормально кормил до этого Ваську. Все, а теперь как бы... Ну, он его начал выжимать. Потому что спирт как бы на Ваське находится. Понимаете? А его же надо пить. Вот. И он выживал, выживал Ваську. И Васька сдох нечаянно. Ну, не хотел, но так получилось. Понимаете? И так мы поступаем с своими родственниками. Понимаете? Ну, муж как бы не хочет расписываться. Давайте, Олег Геннадьевич, его еще немножко отожмем, чтобы расписался. Что надо сделать? Ну, поймите, что это не способ отношений строить. Наша цель же научиться служить близкому человеку. В служении вырабатывается любовь. Любви нет между вами. Вы не чувствуете любви друг к другу, потому что пользовались этой энергией всю свою жизнь. Там все люди на земле живут, потому что служение — это уникальная энергия, которая вырабатывается только в отношениях с Богом. Человек не может сам научиться взять и начать служить близкому человеку. Ему хочется наслаждаться. Мы так устроены, что у нас энергия служения включается только по милости. И поэтому люди с древних культур, с древних времен, каждое утро молились, чтобы эта энергия служения включилась. Она включается. Сначала приходит много счастья в сердце духовного, а потом постепенно начинается желание это счастье отдавать. Когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. То есть начинает отдаваться. Мы желаем счастья вам. То есть пошло отдача, понимаете? Но для этого сначала надо сконтактировать с Богом. И когда вы с Богом начинаете контактировать, вы начинаете молиться и чувствуете вот эту боль, что человек с вами живет как чужой, у нас дети, ну что же это такое? Вы чувствуете эту боль. Молитесь дальше, дальше молитесь. Постепенно вас силы хватает на то, чтобы этого человека простить, понять, что он в жизни никогда не чувствовал, как правильно жить. Он хотел только наслаждаться женщиной всю свою жизнь. Но нет понимания, нет знания, что такое настоящее счастье. Вы молитесь, молитесь за него. Постепенно ваше понимание приходит, что такое настоящее счастье в вашем сердце. Вы понимаете, что вот мужчина есть рядом, и все, надо просто радостно заботиться о нем, прощать его, вести себя рядом с ним хорошо. Вы от этого начнете сами расцветать, и ему станет приятно. Он не сразу, конечно, оттает. Он не будет сразу верить, что это все настоящая жизнь, что-то хорошее. Он будет ждать все-таки секса, какую-то молоденькую девушку. У него будет как бы внутри, как бы, эта картинка, как бы. И как смокну слезу рукой, и снова вижу образ, мой Мадонна. Вот. У него будет всегда по утрам или по вечерам образ всплывать, какой он видит. Вот. Ну, он будет думать, что это и есть настоящее счастье так жить с молоденькой какой-нибудь девочкой. Постепенно, в результате вашей молитвы, вы установите с ним сердечное отношение. Эти сердечные отношения, они в тысячу раз лучше, чем отношения влюбленности и сексуальных желаний. В тысячу раз лучше. Они счастливее, они красивее, они радостнее. Они глубже, чище. И эти отношения основаны на любви к Богу. Вороны живут, настраиваясь друг на друга, и в результате получается карканье. А лебеди, они плывут в одном направлении. Лебеди верные птицы. Одна погибает, вторая тоже. Они могут быть друг без друга, потому что это, ну, в ведах лебедь сравнивается со святым человеком. Святой человек в ведах называется Парамахамса. Хамса означает лебедь. Высшее проявление лебеди. Парана. Высшее проявление лебеди. Парамахамса. Святой человек. Будьте как лебеди. Пытайтесь думать о Боге, а между вами появится настоящее чувство служения, желание заботиться о человеке, не думать о том, будет он расписываться или нет. Вот если вы записку мне написали, Олег Геннадьевич, молюсь, каждый день появилось чувство, что у нас не было еще нормальной жизни с мужем. Я начала заботиться о нем, улыбаться, прощать, служить. Вот. Он говорит, что живу с тобой только потому, что у нас дети. Мы как бы не муж и жена. Но я чувствую, что в сердце у него уже все меняется. Вот какую надо записку было написать и сказать, правильное я чувствую или нет. Я бы сказал, правильно. Все нормально. У нас уже 20.09, да? Восьмого. Восьмого, да. То есть надо начинать лекцию. Поэтому вот я насколько записать мог, насколько ответил. Значит, первая у нас тема — воспитание и уважение. Отсутствие общего языка у родителей с ребенком. Есть разные причины, когда это бывает. Но в целом причина означает судьба. То есть есть разный возраст у детей. И в целом отсутствие общего языка возникает, когда мы теряем понимание, что происходит с ребенком. На каждом этапе развития ребенка есть свои ситуации. То есть, допустим, ребенок очень маленький. Он может быть очень подвижен, если ему 5 лет. Вот. И чтобы общий язык был, для этого нужно его, ну, как бы с ним общаться в игре. Ну, то есть, если он как его крутится, он тоже надо немножко крутиться, и в это время он вас будет понимать. Ну, то есть, если вы в игре не находитесь рядом с ним, у него другая скорость, понимаете? То есть, вам надо переключить свои передачи, чтобы с ним как бы общаться. Допустим, он играется в машинку, вы тоже берете машинку, двигаетесь, говорите, мы хорошие там, кушать будем или нет? Он такой взжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Он говорит, ну, скоро, и так далее, понимаете? То есть на всё сначала нужно понять ребёнка, в каком мире он живёт, что с ним происходит. В 13 лет ребёнок, на него начинает нападать половая энергия, и психика у него переворачивается. До 13 лет ребёнок находится под защитой родителей, и это автоматически вызывает у него подчинённое положение. То есть он как-то слушает своих родителей просто потому, что он ещё маленький. После 13 лет у него психика переворачивается, он уже не хочет слушать своих родителей, ему это вызывает антагонизм, потому что ему нужно утверждаться в жизни, ему нужно самому учиться жить. И в этот момент родители и дети не понимают друг друга, потому что дети хотят больше свободы, а родители забирают у них эту свободу. По факту механизм этого отнятия свободы такой. Хотите узнать? Вот смотрите, женщина наслаждается жизнью близкого человека, так устроена её психика. Её счастье означает, что у моего сына хорошая жизнь. А хорошая жизнь, она ведь какая? Как я считаю. Вот если я вижу, что у сына хорошая жизнь, то мне хорошо. Если у сына жизнь не очень хорошая, как я считаю, я волнуюсь за него. То есть по факту это означает эксплуатацию жизни сына. То есть мама чем занимается? Она живёт жизнью сына. И она таким образом, чтобы она была счастливой, ей что нужно делать? Нужно сделать так, чтобы у жизни сына не было ничего, что меня волнует. То есть по факту это означает, туда не ходи, сюда не ходи, туда не смотри, это не делай, то не делай. Всё. А сын не может так же, ему надо, чтобы полу получать на каждом шагу, чтобы развиваться. Нужно двигаться куда-то, что-то делать, ошибаться и так далее. И мама, как бы, если она сильно любит его, она ему не даёт это делать. Она волнуется за него и так далее. И говорит, у нас нет взаимопонимания. Проблема не в том, что у вас нет взаимопонимания, а в том, что вы привязаны к сыну. Что такое привязанность? Привязанность — это желание наслаждаться им. Надо это желание наслаждаться превратить в желание служить. Означает, опять же, то же самое. С утра, слушая голос святого человека, кланяемся от святыни и занимаемся духовной практикой. Через звук приходит изменение сознания. Через звук мы сможем почувствовать силу, чистоту. То есть нужно... А сам я не знаю, как молиться. Я первый раз, я слышу, как кто-то молится. Я так же, как он, начинаю это делать, и происходит инициация. В мое ухо постепенно входит знание об этом настроении, служении и так далее. И это из-за дня в день постепенно углубляется он мне. Как только у меня духовная жизнь начала кечь в сердце, в этот момент я почувствовала, получила знание, что я не даю сыну жить. Вот ему надо жить, а я ему не даю, потому что жизнь мальчика соткана из ошибок. Ему надо ошибаться, чтобы разум развивался. А женщина, она наоборот гармоничное существо. Ей не надо ошибаться, ей надо, чтобы все было правильно. Женщина больше всего счастлива в том мире, где все известно. Она живет в пространстве, где все известно. Она не хочет в неизвестное пространство уходить. А мужчине, чтобы развиваться, ему надо лезть в неизвестное пространство. И она волнуется, страшно, ну как же так? Но если женщина понимает, что она просто хочет наслаждаться жизнью своего сына, она это желание перебаривает в себе и начинает его благословлять. Начинаются правильные отношения. Она начинает молиться за него и думать, у тебя все будет хорошо в жизни. И уже наоборот отпускает его. Иди в жизнь, иди. У меня есть сила победить твою плохую судьбу. С тобой ничего не случится. Так должна жить любая женщина в отношениях с детьми. Она должна в молитве побеждать свои страхи и благословлять ребенка. Благословляет. Но поверьте мне, как только вы просто в молитве преодолеете боль в отношениях с ребенком, сразу вы поймете его характер. А почему эта боль возникает? Она возникает от перемен, которые происходят с сыном. Вот смотрите, у вас появился ребеночек, вы думаете, это как бы мой ребеночек. Мой означает, что жизнь его должна течь в том русле, который я считаю нужным. Это иллюзия. Этот ребеночек пять лет назад был глубоким стариком. У него огромный багаж жизненного опыта. Он с этим багажом жизненного опыта рождается в вашей семье. Сначала его психика, как белое пятно, он еще ничего не помнит о себе. Постепенно он как будто просыпается. У него просыпаются разные черты характера. Просыпается устремленности, накленности. И когда, допустим, эти наклонности начали в сердце проявляться, пробуждаться, его куда-то понесло. И вы такие, ой, ну что это, да это же не было этого. Так вы еще много узнаете, чего не было. Он же живет не первую жизнь, понимаете? У него много чего еще не было. И у него появится очень много всего. И когда вы видите, что что-то не соответствует вашим, как бы, желаниям, то сразу отсутствует общий язык. Почему? Потому что возникает сердце боль. Вы хотите его, как бы, в свою сторону. Он сопротивляется, начинаются разногласия. Отсутствие общего языка с ребенком также возникает, если вы живете в неправильной среде. Если вы не прорабатываете судьбу в отношениях с мужем, между вами депрессия, злоба, обида, недопонимание, отчужденность, безверие и так далее. Это называется невежественное существование. Вся семья находится в невежестве. Это означает, что ребенок тоже будет жить в невежестве. А какова жизнь невежественная у ребенка? Невежественная жизнь у ребенка означает протест. Он будет восставать против вас. Он будет идти на улицу, делать себе, как бы, под гребешок прическу, протыкает все, что можно проткнуть, рисовать себя чрезвычкуком, там все, что угодно. Понимаете? Чтобы сделать протест в той структуре общества, которое находится. Все причины этого протеста – это боль между вами, между родителями. Потому что он живет в шалашике. У него есть две крыши. Одна мама, другая папа. Когда мама с папой без духовной жизнью живут, они побалдели друг от друга. Между ними возникло дальше страдание. Потому что, когда люди не трудятся над отношениями, всегда возникает страдание. Ясно, что виноват не я, а он. Вот. Это все понятно. Это означает, что мы не молились. Вот и все. Дальше что идет? Дальше идет то, что ребенок, он не хочет в такой среде жить. Он протестует между вами, естественно. Нет никаких, никакого взаимопонимания. Это вторая причина. Отсутствие запонимания означает невежественная среда жизни. Ругаемся, злимся, обижаемся, в депрессии. Не верим, не любим, разочарованы. Или я вообще, Олег Геннадьевич, одна. Это тоже депрессия, тоже невежественная жизнь. Человек, который живет в молитве, он не может быть один. Любая женщина соткана из красоты. Любая, абсолютно. Поднимите руку женщины, которые не сотканы из красоты. Есть такая здесь. Все сотканы из красоты. Почему не выходит наружу? Объясняю. Красота выходит наружу, когда она сначала наполняется в сердце, потом все больше, 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 и они расцветают. Если вы расцветаете, вы одна с ребенком, ну, нет проблем. Есть много мужчин, которым нужны женщины с ребенком, вот именно. Допустим, он зачать не может ребенком, сейчас много бесплодных мужчин. О, как мне как раз нужна с ребенком. Супер. Если вы расцветаете, то Бог находит вам, понимаете, с колючкой никому не хочется жить. Вы говорите, дайте мне, вы, как бы, как колючка живете, вы не расцветили, и Богу спрашивает, дайте мне мужа. Он говорит, ну, что-то никто с колючкой жить не хочет, простите. Система очень простая, смотрите. Отсутствие общего языка с кем-либо означает всего лишь нехватка труда в отношениях. Ну, помолитесь просто, вот подумайте, ну, молитесь просто, сердце у вас в этой ситуации стоит. Придет время, сначала вы успокаиваетесь в воду. Есть у вас язык, хватает языка, не хватает. Спокойно, все нормально. Все будет хорошо у нас в отношениях. Следующая дальше ситуация какая? Это вы начинаете понимать, что происходит с ребенком. Он живет в своем мире, а мы, если мы не служим человеку, мы его мир не понимаем, близкого человека. Он как для нас, как неопознанный летающий объект. Особенно мужчина и женщина. Если они хотят наслаждаться друг другом, они вообще друг друга не понимают. Вот в тот момент, когда мужчина и женщина влюбляются в друг друга и наслаждаются телом друг друга, отношениями, они вообще не знают про психику друг друга ничего. Вот честное слово вам говорю. У них даже близко нет представления о том, какой характер друг у друга. Вообще никакого представления. Вот когда они трезеют немножко, вот эта вот влюбленность заканчивается, они начинают понимать характер друг друга, недостатки характера, трудности какие-то. И тогда уже наступает полное повскошение. Я говорю, зачем мне это надо было? Я же хотел обалдеть. И сразу разочарование. А у человека есть две стороны видания. Одна сторона – это энергия счастья, наслаждение, которое к нему идет. А другая сторона – это его жизнь, это его трудности, характер и все прочее. Мы жизнь человека не хотим принимать, мы хотим только наслаждение к нему. В этом проблема. Начните думать о Боге, и эти мысли дадут возможность самопожертвенно что-то делать для человека. Первое, что можно сделать, это просто принять его таким, как есть. Вот у меня нет и общего языка с ребенком. Ну и хорошо, примите его без общего языка. Вот у него сейчас такая жизнь, такая судьба. Примите его. Как только вы примите, вы начнете понимать, что с ним происходит. И как только вы начнете понимать, что с ним происходит, появится общий язык. Все это происходит в молитве. Сначала в сердце прорабатывается ситуация, а потом внаружи. Как влияет у нас настроение родителей на детей? Абсолютно влияет. Настроение детей копирует полностью ситуацию между родителями. Не ситуацию настроения одного из родителей, а ситуацию отношений с родителями, между родителями. Настроение ваших детей, их мышление, это ситуация между вами. Если у вас в сердцах нет счастья друг от друга, знаете, как это проверить? Глазки закрываем, вспоминаем близкого человека. Вот закрыли, думаем о близком человеке и светлая память. Значит, между вами счастье. Один вариант. Закрываем, думаем о близком человеке, боль. Там, нерезарешенная ситуация. Значит, у ребенка в сердце будет боль. Закрываем глазки, думаем о близком человеке, вспоминаем, что-то не вспоминается. Значит, у вас вообще нет отношений. Вы просто сексом вместе занимаетесь, и все. Секс – это еще повод для знакомства. Есть такой анекдот. Поэтому люди не создают семью. Они просто даже расписываться не хотят, потому что секс – это не повод для знакомства. Они просто используют тело друг друга. Это называется гражданский брак. Просто живут, используют тело друг другу, у каждого в своей жизни, все. Пока мы наслаждаемся друг другом, у нас никого больше нет. Как только перестань наслаждаться, все, я пошел туда, ты пошла туда. А у нас – общие дети. Я вас не замучил? Все нормально? Не беспокойтесь за настроение детей. Вот ребенок ваш ленится, он депрессивный. Мы сейчас с девушкой разобрали подробно, что с ней она успокоилась. Она понимает, что делает. Не беспокойтесь о вашем ребенке. Он находится под полным контролем вашей судьбы. Просто вы пытаетесь это понять. Что если вы начнете менять настроение в семье, в вашей квартире, у ребенка будет некуда деваться. Это связано с тем, что энергия разума у ребенка имеет подчиненное положение. Он подчинен. Вот, допустим, представьте себе такую картину. Вы встаете рано утром, поднаслушались лекции Олег Геннадьевича, решили вставать рано. Встаете рано утром, все спят вокруг. И так пошатались, 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 и бум в постель. Почему? Потому что атмосфера сна в другом. Очень тяжело в этой атмосфере что-то сделать, потому что все спят. Видите, даже взрослый человек, ему очень трудно противостоять атмосфере. Атмосфера сна, я тоже сплю. Но у вас есть разум, вы взрослый человек, вы уже развитый человек. А вы маленький ребенок. Он только находится внутри атмосферы, он никогда не может из нее выходить. Его разум, его волевые усилия, его способность что-то делать над собой зависит полностью от того, какие у вас отношения. Если вы вдохновлены служить друг другу, ребенок вдохновлен жить. Если вы обижаетесь друг на друга, ребенок обижается на свою судьбу, он капризничает. Если вы в депрессии, вы не знаете, как дальше жить вместе, вы устали от характера друг друга, один капризничает, второй друг капризничает. Никто не хочет молиться Богу, работать не как в ситуации в сердце своем. Никто не хочет. Каждый хочет, чтобы он другой перестал плохо себя вести и продолжал меня наслаждать. Сначала ты начни улыбаться мне, а потом я тебе нет проблем, улыбнусь. А он не улыбается, потому что я ему не улыбаюсь. И все, я понесла. И так бесконечно. Все ругань, вся ругань между людьми в семье, в семье она имеет одну и ту же природу. Как тебе, как тебе, мне надо служить? Ну вот почему ты так себя со мной ведешь, а? Гад такой. Что я тебе плохого сделал? То есть отназначаю, делай меня счастливой. Все. Ну вся ругань. Ведь им никак нет такой ругани. Мой дорогой. Я так переживаю. Я хочу тебе служить очень возвышенно, прощать тебе, все делать для тебя. Ты почему-то не разрешаешь мне это делать. Я хочу, чтобы ты был счастлив рядом со мной. Почему ты не разрешаешь мне сделать тебя счастливой? Где вы такой ругань видели? Такой ругани не бывает. В принципе он скажет, нет проблем. Руга не всегда другая. Почему ты не хочешь сделать меня счастливой? Не беспокойтесь о настроении ваших детей. Они являются индикатором ваших отношений. Они находятся внутри любви, внутри вашей любви. Нет любви, нет нормального настроения у детей. Все. Если у вас гражданский брак, это значит, вы чужие люди друг для друга. Значит, дети тоже будут чужими в вашей семье. Они будут жить сами по себе. У них будет своя жизнь. Все это можно поменять. Нет, не бывает гражданского брака. Бывает просто недоработанное отношение в результате незнания. Начните служить близким. Вы говорите, как я буду служить, если он не мой муж? У нас гражданский брак. А вы не вы решаете, он ваш муж или нет. Если Бог вас до сих пор держит вместе, не разрушает, это значит, он еще на что-то рассчитывает. Потому что Бог соединяет людей, держит вместе. Вы же уже сто раз пытались в тяну, не можете. Вы пытаетесь в тяну, не можете. Почему не можете? Потому что Бог держит вместе. Вот и все. Нет других тактин. Ну так и начните служить этому человеку. Это ваш муж. Вы с ним живете, это ваш муж. Просто вы сами никак не хотите с этим согласиться. Или он не хочет согласиться. Ну вы служите ему как мужу. Он скажет, я тебе не муж, я, как они говорят сейчас, я партнер. Ну как этот, есть же кошки, собачки, там у них тоже вот так. Два партнера бегут, как бы. А, партнер с партнершей. А сейчас уже и два партнера бегают, понимаете? По-разному уже происходит. Вот. Надо понять, что вы не партнеры. Вас Бог соединил в родственные узы. У вас законные перед Богом отношения, потому что Бог вас соединил. Все начните, как мужу ему служить, он станет мужем через некоторое время. Как воспитывать в ребенке целеустремленность? Через себя. Все одно и то же. Когда у вас появится целеустремленность, у ребенка тоже появится целеустремленность. Начните жить для чего-то. Побеждайте в своей жизни. У каждого человека есть своя сфера побед. Она зависит от задач, которые поставлены в жизни перед человеком. Женщина побеждает в сфере отношений. Сфера ее жизни — это отношения. Женщина живет близкими отношениями с людьми. Она строит отношения. И поэтому молитва, она нацелена на победу в отношениях. Женщина разбирается в отношениях. Она строит отношения. Она побеждает в отношениях. Она создает отношения. Она регулирует отношения. Она воспитывает всех, чтобы отношения были хорошими. Она препятствует плохим отношениям. Наказывает за плохие отношения. Все связано с отношениями в жизни женщины. Ее волевые усилия направлены на это. Она молится за это, она живет этим, и боль от плохих отношений приходит в сердце женщины в первую очередь. Это ее сфера побед. У мужчины тоже есть сфера побед. Это устойчивость семьи, духовная устойчивость семьи. Мужчина должен в период Богу семью вести. Материальная устойчивость семьи. Мужчина должен сделать так, чтобы семья была защищена от невзгод. Чтобы была своя жилплощадь, чтобы было недостаточно средств на жизнь. Устойчивость в плане здоровья. Мужчина должен призывать всех вести здоровый образ жизни. Женщина психика очень нежная, хрупкая, ленивая. Так устроена психика женщины. Она в гармонии хочет быть со всеми. И очень трудно волевые усилия совершать в целом. Она иногда вдохновляется чем-то и начинает делать так, как надо. Но потом раз, силы кончились. Ну, где же взять силы? Опять идет, где-то вдохновляется, опять делает, как надо, опять силы почерки. У мужчины по-другому психика устроена. Он как бы толкатель, двигатель прогресса. Если он понял, как правильно жить, он все. Он пошел, то есть, вперед, ему хочется побеждать, он хочет жить нормально. И препятствия в жене уже. Она, вроде, сама лекцию начала первой слушать. Вроде хотела правильно жить, но теперь она стала вставать рано. Я говорю, что же здесь не делаю? Не убивай ее. Вот. Потом он понимает, что женщина, она вот такая очень... У нее психика такая расслабленная, гармоничная, из любви сотканная. Он ее несет в душ на руках. Она говорит, хорошо, я просто встаю. И все, у них гармония возникает. Он понимает, что как бы женщина означает расслабленное, нежное существо. И надо помочь рано утром вставать. Не надо ее сильно мучить, она должна спать чуть больше, чем мужчина. На часик, как минимум. Вот. Женщина, брат, мне сердце. Целеустремленность – это мужская черта характера. Но у женщины тоже может поддерживать целеустремленность в своей жизни, в своей психике. Но это происходит по-разному. Мужчина поддерживает целеустремленность с помощью движения к цели. Мужчина должен каждый день двигаться к цели. У него надо что-то сделать для движения к цели. Само движение его вдохновляет двигаться дальше. Женщина поддерживает свою целеустремленность через вдохновение, которое приходит через звук. Она вдохновляется тем, что кто-то целеустремлен. Поэтому у женщин существует сеть вдохновения всегда в доме, это телефонная сеть, у кого-то мегафон, сеть вдохновения, у кого-то МТС, вот, и женщина одна от другой звонит, говорит, ну что, ты встала сегодня, нет? Та говорит, да что ты не смогла? Ну давай ты вставай, ты что? Мы же лекции слушаем. Она говорит, ладно, я завтра встану. То есть у женщины совесть очень сильно работает в результате общения. То есть женщины должны постоянно созваниваться и контролировать всю ситуацию, как бы, что происходит с женщинами. Они должны каждая звонить друг другу и общаться. Сейчас, у меня жена начала изучать книжку воспитания детей. Она взяла в магазин, пошла, купила еще пять книжек таких, подарила всем подружкам. Изучаем книжку воспитания детей. Вот, теперь что дальше? А дальше она всем говорит, ну ты прочитала вот эту страницу? Зачем она это звонит? Потому что целеустременность у женщины зависит от отношений. Надо, чтобы много женщин рядом этим тем же занимались. Тогда идет волна. Мы встаем все вместе, рано, все. Так, ты встаешь? Нет, не встаю. Хорошо, надо вставать. А у женщин, у них психика так работает, у них с ловностью очень сильно работает, особенно в отношениях с подружками. Ладно, хорошо, я встаю. Все, и у них вот такая идет волна совместная. Женщина не может одна иметь целеустременность. Она имеет целеустременность только в отношениях. Согласна женщине? Нет. Нет? Нет, да. Есть правила из исключения. Исключение из правил. Хорошо, вы из исключения из правил. Остальные все согласны. Это на самом деле без шуток, вы понимаете, есть. Без шуток лекцию мне читать, что ли? Вы мне запрещаете учить на лекцию. Без шуток лекции. Сегодня, 22 июня 1941 года, начинается великое «Вставай, страна огромная!» Я не могу без шуток лекцию читать. Нет, это замечательная шутка, но вот это не тема для шуток. Вы сейчас там проверите ситуацию, да? Посмотрите, что вы сделали. Посмотрите, вы сели, да? У меня в Палмаке был такой случай. Я иду с лекцией. И мужчина один такой подходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, вы знаете, пять прошлых жизней я был вашим учеником. Я говорю, я не знаю, я не помню свою прошлую жизнь. Говорит, я за то помню. Так началась беседа. Да, 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 но она продолжилась дальше вот так же, как у нас с вами сейчас идет. Вы вроде на лекцию пришли, а сами теперь контролируют ситуацию. Он говорит, а следующие пять жизней я был вашим учителем. И уже по-другому на меня посмотрел. Я не готов, как бы, сейчас к таким отношениям. Вроде бы вы пришли слушать, а теперь оп, и вы начали наставление. Я просто анализирую то, что я слушаю. И целеустремленность у меня очень есть. Вы поймите, что я не готов сейчас принимать от вас наставление. Я не знаю, кто вы такая, первая судьи вас вижу. Я ведь сказал тоже, что она есть у женщин, целеустремленность. Просто сказал, как она работает сейчас. Рассказал, как она работает. Она работает таким образом, что у мужчины целеустремленность работает через вдохновение, идущие изнутри. Ему нужна победа для того, чтобы двигаться дальше. Нужна победа. Победа произошла, двигается дальше. Нет победы, он крикит. Вот. Если победа, он идет вперед. У женщины целеустремленность тоже есть. У меня неправильно поняли. Она тоже есть, да. Вот. Но целеустремленность у женщины, она связана не с победами, а с отношениями. Вот, допустим, у меня жена сейчас записывает диск своих песен. Она поет. Вот она спела хорошо, у нее все получилось, и она просто успокоилась. Нормально. А когда она спела плохо, ее это раз и подбило. Она начинает общаться. Она подходит ко мне, давай поговорим. Вот смотри, мне вообще надо записывать этот диск или нет? Каждый раз. А знаешь, тоже. Я говорю, конечно, надо. 100%. Она слушает меня. Вообще тяжело. Начинает жаловаться. Я говорю, да все, у тебя класс, давай послушаем, что там было. Да там мелочь какая-то, вообще ерунда. Все, записываемся дальше. Она хорошо. Вот, ну все, уже согласилась со мной. А тот идет, берет трубку и звонит подружке. Та ей говорит то же самое. Проходит час, она вот так поговорила со всеми, и все. Завтра записываем дальше диск. Знаете, система? Вот об этом речь. Но я не готов сейчас к комментариям по поводу каждого моего слова из ваших уст. Мне кажется, что все остальные тоже не готовы. Дайте мне возможность читать лечу. Хорошо? Все. Пожалуйста. Итак, целеустремленность в ребенке всегда возникает, когда есть целеустремленность у родителей. В этом заключается правило. Хоть ребенок женского пола, хоть ребенок мужского пола. Просто по-разному это действует. Целеустремленность у мальчиков, она всегда связана с действием. Нужно вовлекать мальчиков в действие. Например, мне повезло в детстве, мне отец меня отдал в секцию самбо. Он пошел, меня в секцию самбо отдал, и там тренер меня вовлекал в действие. 50 бросков. Я делаю обмак своего этого напарника, потом он меня 50 бросков обман. И нормально. Ну, то есть, он развивал во мне вот эту вот силу воли, характер. То есть, мы через стулья прыгали. Он поставил стул, говорит, надо прыгать щучкой через стул. А мы до этого сначала просто щучкой прыгали. А теперь через стул. Я первый раз думаю, через стул страшно, а вдруг я носом задену за стул или коленкой там. Потом будут головой обматы тормозить. В общем, у меня аналитический ум. Я такой прыгнул, чуть-чуть задел за стул. Потом прыгнул второй раз, уже не задел. Вот на следующее занятие, прихожу уже два стула. Тренер так нас учил более до пяти стульев, так доходило. Ну, то есть, он распитывал силу воли. То есть, у нас боевой дух такой. То есть, мы не боялись уже башкой в стулья втыкаться потом. Уже нет проблем. То есть, ну, добился вот этой силы внутренней, чтобы мы прыгали, там, летали. И у меня такой был случай в жизни. Я ехал на велосипеде. И как-то так получилось, что, ну, как бы заклинило там что-то колесо переднее. И я вот на полном, ну, мне уже там, сколько, 48 лет. Я на полном движении перелетаю через велосипед. И вы представляете, я занимался самбо, сколько получается, больше 30 лет назад. И я делаю падение. То есть, от асфальта руку вот так выставляю. То есть, перекувыркиваюсь и делаю падение, как от меня учил тренер. Представляете? Вообще, ни одной царапины, все нормально. Встал, поехал дальше. Все классно. Ну, то есть, это у мужчины. У мужчины целеустремленность означает просто побеждать. У женщины вот так. У мальчика тоже. Берем мальчика, идем на секцию и побеждаем. Или взял с мальчиком, начал бороться. Он кривкий, как бы пытается папу победить. Все, так работал психикал мальчик. Девочку надо целеустремленно развивать с помощью отношений. Мама говорит, давай будем вместе там делать то-то, то-то. Все, девочка, давай. То есть, ей нужно, чтобы была любовь и чтобы она чувствовала какую-то опору в том, что она делает. Допустим, если кто-то рядом, то же самое делайте, ей легче. Если никто не делает, ей тяжелее. Ну, то есть, девочке тоже можно воспитывать целеустремленность, но надо вот это в коллективном сознании делать. То есть, или вместе с ней делать, или она должна общаться на эту тему с кем-то. То есть, тогда она легко движется вперед. Вот так. Допустим, приведем пример. Вот, допустим, девочка учится в школе. Ей задают уроки, показывают, какое задание надо выполнять. И подружки все тоже садятся учиться. Ей очень легко. Она садится и учится, и спрашивает у подружки, сделала вот это задание, что-то сложно. Подружка говорит, сделала вот так-то. Ну, они там вместе учатся, все. И им нужно быть вместе. Вот. Мальчику нужно почувствовать вкус победы. Если он решил сам задачку, следующую задачку ему хочется уже решить самому. Его надо запустить. Как мотор, знаете, там, вот, водокачалки. Запускаешь, он потом работает. Так, мужчины, психика сложна. Надо мальчику решить, помочь первую задачку запустить и сказать, ты сможешь. И все, он пошел дальше уже. Не получается еще ему помочь. Понимаете разницу? Вот это целеустремленность мальчика и девочки. Но знайте, что если у вас дома никто не работает над собой, ребенок не будет целеустремленным. Его психика всегда зависит от атмосферы. Мама, допустим, домой приходит, с работы устает, ложится отдыхать. Папа смотрит хоккей. Но какая у него будет целеустремленность? Целеустремленность означает, что человек служит. Он побеждает себе желание наслаждаться. Целеустремленность означает аскезы. Аскезы — это такая штука, когда ты отказываешься от отдыха и ввергаешь себя в какой-то процесс напряжения, преодоления. Это должны делать родители дома. Если родители этого не делают, значит и ребенок делать никогда не будет. Все, никакой целеустремленности. Бывает так, что у ребенка по судьбе астемическое состояние. Ну то есть сейчас, понимаете, мы живем в городе, вот в этих каменных джунглях не хватает энергии природы. Так как не хватает энергии природы, поэтому не хватает сил жить. Большинство людей заморенные, понимаете? То есть они просто бявенькие. Это особенно касается детей. Вот. Это преодолевается частично с помощью сыроедения. Некоторые люди начинают просто больше сырой пищи есть. Это правильно. Вот в Москве надо есть больше сырой пищи в целом, чем в других городах. Допустим, 50% салатов есть и 50% натворенной пищи. Почему? Потому что не хватает праны, психической энергии. Нам не хватает природы, живой природы, понимаете? В деревне это живая природа, дает человеку силы жить. А здесь нет живой природы. Здесь камень кругом. Этот камень давит на психику, задавливает. Мы как пещерные люди, понимаете? Это как из пещеры человек, вот он в камне живет. Так и мы живем вот в этих камнях. Понятная система, да? Нужна сырая пища, чтобы как-то немножко активизировать. Допустим, бывают дети, у которых просто силы нет. У них нет сил. Не то, что они не целеустрелены. У них просто нет сил идти в школу. У них нет сил жить. Потому что они хватают правильной энергии. Нужно бегать. Нужно бегать. Не бойтесь. Вы говорите, я не буду в Москве бегать, здесь все заказован. Но все равно же дышите эти газы. Какая разница? А бег, он стимулирует психику. Человек бежит, у него силы появляются. Хорошо спортом заниматься с детьми. Эй, товарищ, больше жизни. Поспевай, не задерживай, шагай. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары, ни холода. Закаляйся, как встань. Чувствуете настроение, да? Ты скажешь, ура, ты скажешь, ура, ура, ура. Будь готов. Вы поняли, да, о чем речь? Рано утром встаете, вся семья встала. Жена в шортиках, муж в трико. Сын в пижаме. Побежали трусцой по Москве. Не бойтесь жить. Начните спортивную жизнь. Спортивная жизнь означает волевая. Сначала надо тело активизировать. Сначала тело надо зарядить. Понимаете, все идет через тело. Если тело ленивое, значит, не будет силы боли в уме. Надо тело, встали, зарядку сделали, все вместе, втроем. Начинается все с мужа. Если муж не хочет, значит, с жены начинается. Жена – вдохновитель мужа. Зарядку сделали, ребенок просто покрепче стал. Если не делать, он дрялый ходит. Да? По компьютеру. А скажите, по поводу физической, прививать ребенка к спорту. У меня просто есть подруга, которая очень спортивная семья, но она ненавидит лыжи, вообще все, что с этим связано. Потому что родители, там, в принципе, ура, 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 ура. Каждое утро найти лыжи, и все бодренькие. А она просто ее трясет. Девочку, да, трясет эти лыжи. Да, да. А все, что девочка уже. Ну, значит, через насилие это все происходит. Не через лекорь, а через насилие. А может, она пускай отдыхает иногда. Не надо мучить. То есть, я вот жену, допустим, не… Вот я сейчас объясню, как я сделаю. У меня жена, она не может рано вставать вообще в принципе. Ну, просто не может. У нее психика по-другому устроена. Ей надо спать больше. Все. И я, как бы, я рано не буду вставать всю жизнь рано. И я, как бы, сначала нервничал. Хотел ее заставлять, еще хуже стало. Она вообще уже, как бы, у нее стресс. Потом я, как бы, в варенье успокоился. И перестал ее трогать вообще. Она успокоилась, расслабилась. И потом появилось желание рано вставать. Когда она увидела, что я ее трогаю, прошло время, месяцы прошли. Она успокоилась, расслабилась. Потом она мне говорит, я бы тоже хотела рано вставать. Я говорю, давай подумаем, как мы это сделаем. Она говорит, ты просто приходи, скажи мне, пора вставать. Я в это, в реактив. Я говорю, хорошо. Я прихожу, пора вставать. Смотрю, даже вообще не было движения. Как будто вообще. Ну, у меня просыпается азарт. Я такой ухожу через пять минут. Пора вставать, обещаю. Она на третий раз мне говорит, слушай, отстаньте. И сработало. И потом удивительно, как сработало. Сработало все-таки одно. Мы с ней договорились, что я прихожу только один раз. Я прихожу и говорю, пора вставать. Я уже пошел молиться. Так здорово помолиться с утра. И пошел. Она услышала такая, раз и встает. Ей тоже же хочется помолиться с утра. И все, и все. Она начала вставать рано утром. И если она не встает, я не подхожу больше. Понимаете, без насилия включается разум и энтузиазм. Передамкивать никого не надо. То есть это другая ситуация. Родители привязаны к спорту и передамкивают своего ребенка. Это неправильный подход жизни. Слышали? Дайте ребенку свободу выбрать. В горе, мы ведь не знаем, что там внутри. Может, у этой девочки вообще остынее какая-нибудь. Трудно вообще. Ей плохо бегать там по утрам. Ну, то есть, надо чувствовать человека. В молитии можно понять, почувствовать человека. Иногда человек может, а иногда нет. Надо давать возможность человеку отдохнуть. Потом дальше он будет уже идти вперед. Это значит, надо отдать другое место, где не устает. Это зависит от тренера. Понимаете, вообще детей надо развивать таким образом. Надо давать им физическую культуру. Сейчас тренера отжимают детей. Пытают их довести до какого-то, ну, там, мастер спорта, художественной гимнастики. Понимаете, у них есть свои цели. А детей надо просто давать им радость, движение. То есть, ну, не нужно их отжимать. Нужно давать им физическую культуру. В этой связи не надо как бы отдавать слишком крутую секцию. Отдайте просто туда, где просто энтузиаст какой-то, который любит с людьми работать. Ваша цель же не сделать из нее мастера спорта по художественной гимнастике. А цель просто, чтобы она стала крепким, сильным, развитым человеком. Без движения очень трудно детям развиваться. Понимаете, нет движения, нет воли. И сейчас детей пережимают в учебе. То есть, дети сидят там, у них увеличивают эту нагрузку по программе школьной. И дальше из ребенка делают котлетку. Причина непонимания родителей. Я уверен, что у вас, 90% из вас, не знают, что школьная программа, которую сейчас дает, ну, как бы стандарт общества детям, она, если полностью выполняет правильно, все, что там есть, она делает из ребенка котлетку. Причина заключается в том, что вот эти все дисциплины, которые там есть, их нет смысла изучать так глубоко. И основательно в таком раннем возрасте. Потому что в таком раннем возрасте нужно, вы понимаете, в утроге матери ребенок получает веру в Бога. Поэтому обязанность женщины беременной, такие же, как у монаха, молиться и жить счастливо в гармонии с природой. Ребенок становится здоровым и верующим. В раннем детском возрасте ребенок перенимает глубокие поведенческие черты характера своих родителей. Он фактически перенимает наклонности родителей, их устремления. И делает это он интуитивно. То есть это не через слова передается, а через поступки, через действия. Начиная с 5 лет, где-то до 8, ребенок начинает воспринимать социум. У него сформируется понятие, что такое родина, что такое его родной язык и так далее. Понимаете, с 8 до 12 лет идет травственное развитие. То есть ребенок развивается, что такое честность. Крошка, сын, отцу пришел и спросил у Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Понимаете, то есть есть последовательность определенная. Только с 13 лет человек начинает пытаться изучать практические вещи, связанные с его жизнью. Он хочет выучиться чему-то, чтобы ему в жизни помогло. Но до этого времени у него другие задачи внутренние. Если ребенка в 7 лет учить математике, физике, химии, она ему не нужна. У него, понимаете, он должен в игре находиться. Почему он должен находиться в игре? Потому что у него формируется характер. Именно в игре означает любви. Что такое игра? Это любовь, это отношения. Девочке надо играть в семью, мальчике на мальчику надо играть в войну или еще во что-то. У него формируется мужской характер. Ему надо играть в этой игре, у него формируются черты характера. Точно так же математику надо осваивать в этой игре, понимаете? Но у нас, так как у нас, понимаете, у нас есть задача, диплом с пятерками. У нас нет задачи сделать хороший характер у ребенка. У нас другая задача, диплом с пятерками. Наша задача. Причем эта задача полностью иллюзорная, особенно в нашей стране. Кто из вас показывал свои пятерки хоть раз в жизни, когда устраивался на работу там или вообще где-то? Поднимите руку. Кто показывал? Поднимайте руку, мы статистику проводим. Пять человек. А кто ни разу в жизни вообще не вспоминал о нем? О своем дипломе с пятерками? Или с тройками? Так зачем тогда убивать детей ради этого? Этот диплом никому не нужен. Ну, я имею в виду не диплом, а артистат, вот этот, где там прописывают оценки. Мы же ради этого убиваемся. Это никому не надо вообще, понимаете? Никому не надо. Так зачем тогда ради этого убиваться? Еврея поймали, начали бить. Он говорит, я по паспорту русский. А ему говорят, а мы не по паспорту тебя бьем, а по твоей еврейской морде. Понимаете, никто протестатует, но поэтому там его с ответками не принимают. Все принимают человека на работу по фейсу. И им как бы безразлично, какой у него там, понимаете? По человеку, на человеке все видно, понимаете? Вот есть человек, на нем все видно. И у меня еврейский кровь есть, я поэтому люблю еврейский. Два человека, все видно, ему надо никакого, вот все видно, вот он. Любой работодатель, он чувствует людей. Иначе он не сможет команду создать. Он чувствует, кто такой вот, он чувствует его, все поговорил. И качество характера через него проявились. Диплом на втором месте после характера стоит всегда в нашей жизни. Но почему-то мы на первое место в воспитании ставим именно табель с отметками. Это просто иллюзия. Это неправильное представление о жизни. Развайте характер в своем ребенке. Я в институте каждый день, когда была лекция, я ходил лечить людей в клинику. Мне хотелось научиться лечить. А лекции я там чуть-чуть подсчитывал, брал у ребят, у знакомых, чтобы как-то экзамены сдавать. Я не учился на пятерке. Я пытался научиться лечить людей, понимаете? У меня была цель такая в жизни. И я научился. Уже на пятом курсе я уже лечился на проекте института. На четвертой. Поставьте правильные цели. Первое, что нужно понять, чего сейчас самое главное не хватает детям. В целестремленность, как воспитать. Чего не хватает самое главное детям сейчас? Самое главное не хватает. В чем? В свободном объявлении. Так же, как и вам, детям не хватает духовного развития. Это самое главное. Дети не знают ничего о Боге. Дети не знают ни о чем, о совести, о нравственности, ничего об этом вообще не знают. Это основа жизни человека. Вы говорите, как ребенку моему жить кругом наркоманы, кругом гомосексуалисты, кто прочее? Это все зависит от того, какой индикатор вы сделали в его сердце. Индикатор означает духовное образование. Если вы сделали правильный индикатор, он сам этим индикатором оперенкует, что ему надо в жизни, что нет. Он тоже же человек, он тоже чувствует, где хорошо, где плохо. Все, нет проблем. Дальше детям не хватает правильной среды. Среда какая у детей распространяются фильмы, мультфильмы нищайшего качества. Это все равно, что в уборную бросить своего ребенка, давать возможность это все смотреть. Низкое качество очень кинематографа, понимаете? Низкое качество означает мультфильмы, все лифа, обзывания, оскорбления. Что человек слушает, таким он становится. Очень низкое качество понимания, как развивать ребенка. Думает, вот эта игра, она его развивает. Эта игра называет в нем животные инстинкты, основанные на страхе и желании победы. Вот все игры, они из чего сотканы? Из того, что все, понимаете? Основанные на страхе и желании победы. Это животные инстинкты. Животное хочет страх, хочет боиться, животное боится и хочет победить. Чего вы этими компьютерами детях развиваете? Страх и желание победы. Животные инстинкты. Никакого другого развития нет. И так как это интересно, это вовлекает в страсть, от этого возникает зависимость у детей. Оторвитесь сами от компьютеров и пойдите с ребенка в парк. Побегайте, попрыгайте, развивайте в нем естественную любовь к природе. И если даже уже он подсел на компьютерные игры, я уже знаю точно, есть нравственные компьютерные игры. Изучайте, ищите компьютерные игры, которые основаны не на страхе и инстинктах и победе, а основаны на том, чтобы строить правильное отношение. Там где-то цветочки кому-то дарят в компьютерных. Уже пошла такая волна, уже ко мне подошел один человек, я говорю, для детей компьютерные игры делаю, я хочу делать компьютерные игры в ладости. Я говорю, слава Богу, наконец хоть один такой нашелся. Среда, в которой дети живут, разрушает целеустремленность. Создавайте среду, ищите нравственные фильмы, ищите нравственные компьютерные игры. Кто куда ребенок полез, меняйте среду. Пускай он занимается тем же самым, но в другой среде. И вы победите 100%. Потому что вы имеете право запретить и разрешить. Вас никто это право не отнимал. Если ребенок бесконтрольный совершенно, он вас вообще не слушается, это значит, что в вашей семье нет любви, у вас нет правильных отношений. Если будут правильные отношения, сердце ребенка обмякнет, и он начнет слушаться по-любому. Взаимоотношения отца и сына. Как быть, когда отец слишком груб к ребенку? Стоит ли в маме вмешиваться? Понимаете, когда отношения в семье основаны только на половых инстинктах, то нижний половой центр психический, они связаны с животными чувствами. Ревность, зависть, грубость, насилие, неприязнь, отвращение, злоба, усталость. Депрессия и так далее. Когда отца в семье, жизни в семье это половые отношения, то все зависит от того, кто пересиливает. Если женщине больше секс нравится, тогда в этом случае у мужчины возникает отвращение. Ему неприятно, что его принуждают к этим отношениям. Начинает чувствовать отвращение, злиться, и у нее половые расстройства могут развиться. Если чаще всего наоборот, мужчина как бы является инициатором, то у женщины возникает вот эта вот отчужденность, отвращение, напряжение, а у мужчины злость, гнев, желание победить, насилие и так далее. Нижние центры связаны с животными инстинктами человеческой жизни. Если вся жизнь основана на животных инстинктах, тогда эти животные инстинкты включаются в отношениях также с детьми. Начинается грубость, злость, как бы давление. Начинайте с себя. Вот для чего вы живете? Что, для чего вам нужна семья? Просто сексом заниматься — это один подход к жизни. Если вы хотите научиться понимать сердце друг друга, если вы хотите настоящей чистой возвышенной жизни, нужна молитва. Да, человек молится, его энергия психическая поднимается вверх. Если в семье атмосфера размягчается, она возвышается, становится более возвышенной, энергия в семье поднимается вверх, тогда что происходит? Тогда отец естественным образом начинает вести себя уже по-другому с ребенком. Понимаете, когда люди очень такие отношения строят, невозвышенные друг с другом, тогда ребенок становится воплощением наших желаний. Вот, допустим, отец хочет, чтобы ребенок был таким, а у него внутри уже заложена своя программа, каким быть. Он идет своим путем. И так как отца передавили, что происходит дальше? То есть ребенок куда-то пошел в свою сторону, а я не планировал этого. Я же здесь все контролирую. Жена в моем подчинении находится, ребенок в моем подчинении. Я здесь контролирую все. Отношения, сотканные на служение, на насилие. Что тогда? Что тогда происходит? Тогда насилие происходит. Под ребенком он пошел никуда, будем его передавливать. Почему так происходит? В чем причина? Не хватает духовности, нет алтаря в доме, нет молитвы, нет прощения, нет чистоты. Один человек унижен, другой давит. Женщина если унижается, мужчина агрессор, женщина агрессор, мужчина унижен. Ну то есть это все означает, нет совести в отношениях, нет чистоты. Нужно возвысить отношения, сделать их более чистыми, духовными. Возвышенное отношение приводит к тому, что вот эти все издержки, вот они уходят из жизни. У людей по другому строиться начинают отношения. Когда человек молится Богу, у него утверждается истинное чувство собственного достоинства в сердце, означает смелость по отношению к близкому человеку. Если женщина молитву совершает, она чувствует силу в сердце по отношению к Богу, она становится самодостаточной. И в Минске одна женщина сказала, Олег Геннадьевич, как от меня ушел муж к другой женщине. Я говорю, ну вот посмотрите на себя, вы всю жизнь унижались перед ним. Она говорит, да, я унижалась перед ним. Я не могу понять почему. Я говорю, очень просто, потому что вы хотели, чтобы он был рядом с вами. Вы были привязаны к тому, чтобы он оставался с вами. Она говорит, да, я боялась его потерять. Ну почему вы боялись его потерять? Потому что вы верили в мужа, а не в Бога. Когда человек верит в Бога, его сердце становится сильным и спокойным. Когда человек становится самодостаточным, понимаете? Она понимает, что все зависит от Бога. Муж уйдет, если я буду неправильно жить. Или останется, если я буду правильно жить. И у нее сердце становится крепеньким, твердым. Она мужа начинает немножко воспитывать. Она уже не унижена перед ним. Если он ведет себя грубо, она дистанцируется и не позволяет ему с собой грубить. Что происходит? Меняем соотношение. Но если женщина не имеет чувства собственного достоинства в семье, тогда и достоинство мужа тоже работает неправильно. Понимаете? Ложное эго так действует, что если женщина унижается, то психика мужа в эту дырку устремляется и становится агрессивной. Ну, понимаете, это как механизм такой, как бы нет пустого места. То есть, вот туда женщина унижается, мужчина давит, наглеет. Это как, ну, механика, понимаете? Естественно, что если мужчина в семье доминирует сильно над женой, он также будет доминировать и над ребенком. Сто процентов он будет в группу к ребенку. Начните молиться. Стоит ли маме вмешиваться? Ну, хотите драться начать с мужем, ну, это тоже не поможет. Нужно в молитве сделать чувство собственного достоинства. Сделать достойным себя сначала. Потом дальше общаться, давать альтернативу сыну. Если ребенок неправильно себя ведет, ему по-доброму объяснять. Также, как бы, грубости отца объяснять, почему так происходит, что вот он не сдержался, прости его там и так далее. Постепенно все наладится. Кто-то должен начать с себя. Кто-то должен начать вести себя достойно, и тогда все остальные успокоятся. Займутся в правильное место в жизни. Воспитание в разных условиях личной жизни. Вас все устраивает беседа? Все нормально? Вы не устали? Мне вот женщина помогала, чуть ли я ее... Немножко она ушла, да? Ну, просто я... Что я ее выпустил? Она расстроилась, ушла. Суток, сейчас что-нибудь придумано. Как правильно выстраивать отношения с ребенком, разведенным родителем? Со мной вот что происходит, ко мне мой всталый друг не ходит, а ходит в праздный суети и постоянные нитей. Разведенный родитель. Ладно. Что, почему разведенные-то родители? Ну, потому что, да, потому что мы не справились с жизнью, у нас не хватило молитвы, не хватило любви, и мы ни свою карму семейную не отработали, и в результате получилось так, что мы развелись. Просто не справились с судьбой. Так, вот внутри этой судьбы, с которой мы не справились, остался ребенок. То есть, ребенок не может выйти из этих отношений, он так в них остается. Это его надлом, его боль. Часто родители, когда они расходятся, они говорят, мы расстались, потому что мы не подходим друг к другу. И сразу возникает вопрос, а вы ребенка-то спросили, хочет он этого или нет? А что его спрашивают? Так вот, знаете, проблема заключается в том, что мы не знаем, что семья создается не для нас. Она создается для ребенка, который в ней будет жить. И когда семья разрушена, эта боль не ваша. Ваша боль остынет. Вы найдете себе другого, забудете. А ребенок вот частично, может быть, не полностью, но частично так и останется жить в этих разрушенных отношениях. Потому что у ребенка нельзя вот эту картинку сменить, что у него не было отца. Не было печали, просто уходило вето. Не было печали, не было разруб, потерь. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Знаете, как мы живем, не знали сами, что же было между нами. Ну, спрашивайте. Жить не надо ради ребенка в отношениях, да? Не подходит, как не подходит? Ну, это не выражается там скандалом. В отношениях будет нормальными. Не подходит. Камень большой, большой объем работы, да? Нет, да есть и постоянные скандалы. А это означает, что у вас вот... Вот смотрите, я сейчас объясню. Я не чищу зубы месяц, допустим, да? Начинаю во рту вонять. Так? А если год? То во рту просто изо рта вообще, как бы, просто такая огонь капитальная. Я прихожу, как бы, к врачу, и он говорит, во рту не должно пахнуть. А я говорю, а если не пахнет, то воняет вообще. Вот так звучит сейчас ваш вопрос. Понимаете, вонять могут не только зубы, но также отношения. Если, допустим, люди отношения не исправляют, каждый день не очищают отношения в своей молитве, раскаянии, сначала они становятся неприятными, потом они становятся зловонными, понимаете, отношения. И мне спрашивают, а если отношения зловонными, ну бы выбирайте весь рот. Ну, нафиг вам такой рот нужен? Ну, сделайте из него вообще, ну, пускай его не будет, нафиг. Речи же об этом не идет, чтобы рот повыдирать, если там оставить дырку просто. Ну, зловонное уже, все. Ничего нету во рту, кроме зловонии. Все равно будете чистить зубы, да, пока не отчистите. Так или нет? В отношениях у нас такого мышления нет, потому что мы не понимаем кое-чего. Первое, чего мы не понимаем, отношения создаются Богом, и они не бывают случайными. Если вас тянет друг к другу, это делает Бог. Первое, зачем Он это делает? Чтобы вы исправились. Если вы не можете исправиться, не надо из этого делать философию. Вы, у вас не получилось, разошлись, раскаялись, осталось светлое чувство по отношению к этому человеку. Все, Бог дает другого, нет проблем. У Него нет проблем дать другого, если вы поняли, мы не справились. Но если вы говорите, Олег Геннадьевич, у нас несовместимость. Эта несовместимость означает всего лишь объем работы и все. Вы же не работали, вы же сердце с вами трудились, вы этот камешек не вытаскивали наружу, вы в молитве не молились. Вы не знаете, что просто не бывает этой несовместимости. Несовместимость означает просто объем работы и все. Но почему, если у вас несовместимость, зачем вы тогда сошлись? Ну, тогда мы не понимали. Как есть такой тип ученых, они говорят, вы знаете, пять лет назад мы ничего не понимали в этой области знания, а теперь понимаем. Проходит пять лет назад, пять лет еще происходит. Они говорят, вы знаете, пять лет назад мы не понимали в этой области знания ничего, теперь понимаем. Так это значит, что пять лет назад вы были дураками и пять лет назад тоже. Есть предположение, что и сейчас то же самое. Если пять лет назад вы счастливо как бы жили друг с другом, потом бац, обнаружили у вас несовместимость. Это несовместимость, это просто объем работы у всех людей на земле. Если они не работают над собой, не занимаются духовной практикой, постепенно отношения начинают вонять. Я как-то задал вопрос в зал, говорю, а как вы думаете, отношения сами по себе в семье портятся или улучшаются? Кто считает, что улучшаются? Вот сами по себе должны улучшаться, поднимите руку. Никогда они сами по себе не улучшаются, потому что они сотканы из эгоизма. Когда один человек с другим начинает жить вместе, между ними эгоизм намного раз сильнее, чем просто у одного человека. Вот мужчина один живет, ему ничего не надо. Он там макароны себе купил, сварил, поставил в холодильник, отрубает кусок, на сковороде жарит, кушает, уходит на работу. Живет все спокойно. Женщина тоже, она так не сильно прибирается, так у нее дома нормально. Все, пододелась, хорошо, пришла. Как только они соединяются вместе, все, такие сразу по запросу, я больше в этой квартире жить не могу. Все. Такой, нет, пять раз хуже было, когда она жила. И все, 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 все. Все, это все закончено, все. Такая жизнь уже невыносимая. Смотрите, как возрастает сильный эгоизм. Женщина говорит, меня зарплата такая уже тоже не устраивает, мне надо больше. Почему? Потому что семейный эгоизм возрастает эгоизм. Раз возрастает эгоизм, значит будут портиться отношения. Эгоизм – это самый великий враг счастливой жизни человека. Так написано в Багове. Пылает, как огонь, неукротимый, великий враг счастья человека. Эгоизм. Он возрастает в семейной жизни. Все. Это значит, что будут страдания. Это значит, что если мы не работаем над собой, не сражаемся за счастливые отношения, балдеем только друг от друга, значит будет хуже. И приходит время, но в душе камень. Наступает камень. Почему? Потому что много уже работы. Много недоделанной работы. Очень много. И это не означает несовместимость. Не означает, что что-то не то, ошибка какая-то. Это просто неправильный стиль жизни. И все. Поверьте мне, я уже много раз с этим сталкивался. Тысячи людей прошли этот путь. Пожалуйста, просто поверьте. Начните этот камень перерабатывать. Все равно, даже если у вас другая уже семья, а камень с тем человеком остался, вам все равно его надо переработать. Все равно эти отношения надо сделать возвышенными. Все равно чистая и светлая память должна остаться в этих отношениях. И тогда вам будет легче жить уже. Как правильно воспитывать отношения с ребенком, разведенным родителем? Первое, что нужно сделать, убрать камень. У вас был человек, вы с ним разошлись, не смогли, не справились с отношениями. Кто виноват? Виновата ваше неправильное представление о семейной жизни. Вы ругались, 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 никто не уступает, разбежались. Разошлись, как в море корабли. Но мы не можем разойтись, как в море корабли, потому что корабли, они разошлись и забыли друг про друга. А мы не можем разойтись, потому что связь в сердце осталась между нами. Она состоит из боли, из обиды, из отчаяния, из непрощения, из ощущения несправедливости, из чувства страдания. Осталась связь. И внутри этой связи живет кто? Наш ребенок. Потому что он соткан из этих отношений. С самого начала. Вот когда он стал сотканным из этих отношений? Вот когда он стал сотканным из этих отношений, скажите? Ну не назначайте вы к этой вашей любви, но то, что между вами было, к этому притянулась душа. Она воплотилась в отношениях. И она начала жить в отношениях. Отношения – это как земля для цветка. Может цветок без земли жить? Нет. Не нужна земля. То есть земля – это отношения. Как правильно выстроить отношения с ребенком, разведенным родителем? Да вы выстроите сначала отношения друг с другом. Простите, молитесь, чтобы все, Бог вам простил, чтобы вы поняли этого человека, чтобы он вас понял. И между вами начнется чистое и светлое. Пускай как бы вы не смогли это сделать вместе, но зато вы смогли это сделать по одному. На расстоянии можно оставить чистое и светлое чувство. Ребенок сразу расцветет. И сразу друг друга понимать. У вас не будет проблем. Почему вы не можете выстраивать отношения с ребенком, разведенным родителем? Потому что между вами искрит. Если между вами светлое чувство, нет проблем. Иди к папе. Все, возвращайся назад. У вас с ним хорошие отношения, но какие? Ну это чистые, светлые отношения, но уже не семейные. Надо это видеть. Понимаете, есть такая еще проблема. Одна женщина говорит, ко мне начал приближаться мой бывший муж. А я уже беременна от другого. Я долго молилась и как бы мечтала, чтобы у нас были теплые отношения, а не стали теплые. Олег, знаете, что делать? Я говорю, ну у него семья-то есть. Да, у него там есть жена. Дети от этого брака. У нас отношения теплые очень. Я беременна от этого уже другого. Что делать? Я говорю, ну что делать? Надо оставаться с тем, с кем были. Светлая память у мужа осталась, хорошо. Ну, надо поставить стеночку. Все. То есть у нас нет уже личных отношений. У нас есть чистая, светлая память друг с другом. И мы помогаем друг другу жить на расстоянии. Назначает, желаем счастья, как бы, и вмешиваемся жить друг к другу. И даем возможность ребенку и туда, и сюда, как бы, и все между нами хорошо. Все нормально. Если между вами все нехорошо, ребенку не надо никуда давать. Сначала вымолите отношения, сначала их очистите, а потом все будет ребенком уже хорошо. Если вы этого не сделаете, там будут ребенку плохо говорить про вас, а вы будете плохо говорить ребенку про них. Потому что, когда человеком движет боль, он это не может скрыть. Он ребенку объясняет. Вот он... Понимаете, то есть ребенок, он думает туда плохо, потом приходит туда, думает туда плохо, и у него в мозгах вообще... То есть он же в отношениях живет, и у него вот в мозгах взрыв просто происходит. Взрыв. Ну, поэтому ребенку никуда не гоняйте, оставьте перед собой, начните молиться. Очистите отношения, и дальше ребенок уже свободен. Все. Ну, с ним нет проблем. Теперь практически, если кто-то не понял, спрашивайте. Давайте разбирать. Да? Вот здорово, что вы это сказали. Супер. Это значит, что вы уже много чего сделали, когда вы это поняли. Так. Но я дочке всегда хорошо говорю, а папе... Супер, супер. Но вы не знаете, что там в душе я вам говорю плохо, а говорить хорошо. И не работает. И вот это там, может ли ты как-то с ней быть? С ней быть никак, надо быть собой, молиться дальше. Но внешне говорит хорошо о папе. Понимаете, веды объясняют, что есть три стадии развития ситуации. В современной культуре люди говорят, не надо гребить душой. Если считаешь плохо, так и говори. Это неправильно. Ведическая культура говорит о том, что как бы ты ни считал, говори о человеке всегда хорошо. Это первая стадия. Первая стадия говорить о хорошо, но внутри у тебя еще это не сформировалось. Ты знаешь, что надо говорить хорошо, и ты чувствуешь, что это... Понимаешь, что это хороший человек, но внутри у тебя это еще не сформировалось. Молись дальше, придет время сформироваться. Ну, то есть, вторая стадия у тебя почувствовал уже хорошее качество, это человек. Третья стадия, все, тебе нормально с этим человеком, хорошо. Ты закончил свою работу. И тогда уже легко можно говорить об этом человеке, своей дочке. Идите смело вперед в этом направлении. Вы победите на все 100%. В этом нет сомнений. Вы уже почти победили. Дальше следующий вопрос. Ну, девушка. Вы такая боевая. Ну, давайте, рассказывайте. У нас, как бы, у меня семьи нет, но, как бы, у меня с детьми осталось, а у него уже своя семья, там уже дети, и бабушка, его мама, все время настраивает моих детей против меня. Я не знаю, что с этим делать. Ничего не делать. Ну, они просто приезжают. Папа просто... Вы говорите об объеме работе и боли, да, которую вы испытываете сейчас? Или о чем вы говорите? Да, мне очень сложно, как вот, с вот этим негативом. Что делать теперь? Что делать? Что делать? То есть, это вы в полиции, да? Вы на что? Вы какой раз на лекции-то почти? В третий. Молодец. В общем, ко мне подходит одна женщина и говорит, у меня такая ситуация, Олег Геннадьевич, там туда-сю, ну, рассказала ситуацию, такая смотрит на меня. Ну, дайте какой-нибудь практический совет, пожалуйста, только не надо говорить, что молиться, я так это понимаю. Сначала идет молитва. Первое, что происходит, вы прощаете маму. Просто понимаете, что есть судьба какая-то у вас тяжелая в жизни. Она воплотилась через нее. И так как вы уже с Богом чувствуете связь, вы чувствуете, что он вам помогает, у вас хватает сил терпеть эту свою судьбу. Первая стадия – это терпение. Вы начинаете ее терпеть и чувствуете, что мама, в принципе, хороший человек. Но она очень сильно обижена на вас за то, что вы так вот сделали, что ее хороший сын ушел от вас. Я рассказываю вот конкретно вашу ситуацию, потому что я уже в молитве пытаюсь это почувствовать понять. Ну, мама просто вот она обижена на вас, ей больно, понимаете. Она рассчитывала на эту семью, верила в нее, она надеялась, и все разрушено теперь. Видите, я уже понял больше, чем вы. Потому что я сегодня с утра молился, а вы нет. В этом разница. Вам легче уже стало, нет? Легче стало. Теперь ваша очередь трудиться. Я свой труд сделал. Если вы будете трудиться дальше, все встанет на свои места. Вы поймете маму, поймете мужа. Ну, точно так же, как вы сейчас перебили девушку, которая задавала вопрос. Неосознанно, да, да, неосознанно. Точно так же вы и, ну, чуть не переломали своего мужика. У вас сильный характер очень такой, мощный. И он, как бы, не выдержал напора. Не вынесла душа поэта позора, мелочных обид. Вот. И убит. Сотворение знаете? Вот. Надо молиться. В молитве все поймете, почувствуете. И постепенно жизнь ваша наладится. Сто процентов. Вам надо просто безудержность свою внутреннюю успокоить. В молитве вы успокоитесь, как бы. С детства очень боевые были. Сейчас надо успокаиваться. Мама мальчика хватит. Мама мальчика. Мама виновата, блин, да что же. Успокаивайтесь. Настройтесь на мир. Простите снохе. Все наладится в вашей жизни. Появится хороший муж. У вас все-все будет хорошо. Не волнуйтесь. Сейчас надо просто своим сердцем навести порядок. Сейчас. Всем простить. Как бы нет ни препятствий никаких в вашей жизни. То, что сейчас она делает с вашими детьми, она не будет это делать. Она успокоится, вам тоже простит. У вас наладится отношение. Все это делается в молитве. Внешне эти вещи не решаются. Если вы как бы вот так вот только в одном тоне, Олег Геннадьевич, что делать со снохой, она детей настраивает против меня. У вас автомат есть? Нет? Нет, тоже. Ну, как бы, если появится, то поймете, что делать. Просто заходите, как в фильмах сейчас показано. И все, как бы. Если вы хотите как-то вот все-таки по-нормальному, то тогда дайте с молитвы. Эти фильмы придуманы людьми, которые не молятся. Понимаете? Они фильм сочиняют, а потом, что же делать со снохой? Не находят никакого решения. Просто, ну, дальше идет вход. Ну, нашли автомат, создали такой статус, что никто не видит. И снохи прямо целую обойму. Светкой, свекровь, да? Целую обойму свекрови как бы засадили. И сердце, сердце, хорошо. Нет человека, нет проблем. Эти фильмы, кстати, предназначены для того, чтобы мы тоже вот так же успокаивались. Если не можем убить по-настоящему, то хотя бы в фильме. Вот, понимаете? Не работает ситуация. Не работает. Только через любовь, только через отношения, только через сердце, только через молитву. Человек все вот это вот решает, все вопросы. Лучше нет другого способа. Как воспитывать ребенка одной? Как правильно сформировать отношение дочери к мужчинам? Слушайте меня внимательно. Люди в невежестве, как одинокие волки. Даже когда они живут в семье, они всегда очень агрессивно доказывают свое. У них есть враги, они чувствуют боль. Им надо, чтобы быстроествовала справедливость. Они не могут без этой справедливости жить. И фильмы для людей в невежестве тоже есть. Мы знаем эти фильмы. Там всегда человек чувствует враждебную атмосферу. Обычно это какие-то инопланетяне или мертвые нападают на Землю. Или там еще чудовища какие-то, там Бэтмен, там, или еще какой-нибудь Мэн. Вот. Ну то есть... Вот. Ну то есть нападают гады. И что делать? Надо мочить. Вот. И то есть жизнь невежести отрочает вот этого. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И весь фильм такой. Ну то есть люди в невежестве, они живут в страхе и в ненависти. У них две эмоции всего. Им надо такие фильмы смотреть. Вот. У них нет близости никаких, нет как бы, нет понятия, что есть еще кто-то рядом. Люди в страсти вроде бы живут вместе. То есть у них цель не доказать кому-то, что... Спасибо. Я же договариваюсь, мне приносят показы, что Олег Геннадьевич уже час остался, хватит болтать. Люди в страсти, они живут одной большой семьей, которая называется наша страна. Цель жизни, повышение качества жизни через количество холодильников, квадратных метров на душу населения. И высокий показатель рубля с высоким показателем зарплаты. Понимаете? Ну то есть человек в страсти, ему нужны материальные достатки. Ему нужна власть, сила, успех. И для этого надо очень много работать и учиться. Ну то есть выживать. Называется при базе существования. Подарки. Так вот, когда люди живут в страсти, то между ними нет глубоких отношений. Но они по своей природе одинокие. Все люди в страсти одинокие. Почему? Потому что все силы идут на выживание. Возможности глубокие отношения строить нет внутренней. И нет смысла, и нет цели, и нет цели, зачем это делать. И нет понимания. Люди в страсти считают, что жизнь будет нормальная, когда будет нормальный достаток. Они считают, что с этого начинается жизнь вообще. От этого мы просто выживаем. Но люди в благости, они совсем другие цели имеют для жизни. Они понимают, что жизнь строится в сердце. Она соткана из отношений со святостью и отношений с людьми. Правильно. Люди в страсти объединяются в группы людей по интересам. Эти группы постепенно превращаются в любезные формации. То есть люди в благости живут как верующие люди. У них есть вера, у них есть цель, у них есть глубина, есть чистота. Они встречаются для обсуждения духовных вопросов. И у людей в благости начинают формироваться, открываться постепенно, их сердца оттаивают в этих отношениях с Богом. Они собираются, вместе молятся, кто-то поет для Бога, кто-то танцует. Кто-то в разной культуре по-своему. Допустим, сутки собираются, они кружатся вот так, танцуют для Бога очень красиво. Я когда увидел этот танец, застыл. Православные собираются, молятся, поют очень красиво вместе для Бога. Сердце замирает от радости. В каждой культуре по-своему. Мусульмане собираются, у них тоже там красивое песнопение, там люди, сердца открываются, они сближаются, становятся родственными, помогают друг другу, заботятся. Начинает формироваться большая семья. Эта семья означает, идем вместе к Богу. Когда у человека появляется такая семья большая, вопросы о том, как одной воспитывать ребенка, отпадает, потому что женщина перестает быть одной. Попытайтесь это понять. Ее окружают семья большая, верующие люди. В древней культуре вообще не было вопроса, одна мать или не одна. Так как люди жили вот такими религиозными формациями, большими семьями, то женщине очень много людей помогало воспитывать ребенка. У женщин должен быть наставник, который также является наставником для ребенка. Она уже не одна. Она должна ходить на встречи с людьми, которые идут к одной цели в жизни. Уже не одна. Она пришла с ребенком, ребенку там сразу куча женщин, они его обласкали. Куча мужчин, они ему дали, сказали, что делать. Все появилось, нормальная жизнь. Люди в страсте никак дружат. Они дружат во время отдыха. То есть у них есть дружба такая. Вместе поехали на природу, порыбачили, поиграли в волейбол, поматерились, пожили костер, поехали домой. Дальше второй вид дружбы в страсти. Это деловая дружба. Мы вместе работаем. Пока прибыль не пришла. Когда прибыль пришла, мы просто, каждый загребает свое. И как бы, кто быстрее загребет, тот и успел. Понимаете? То есть пока прибыль не пришла, мы стремимся к одной цели. Как только деньги пошли, сразу деньги пересиливают дружбу в страсти. И кто-то кого-то кинул, разбежались. Дружба в плавности основана на совести. Люди, когда живут в страсти, их совесть, она спит. У них нет глубоких отношений. Не бояться даже своего близкого человека. Вдруг изменит, вдруг разведет. Гражданский брак. Все это основано на страхе. Когда люди в плавности живут, у них нет никакого страха. Они верят друг к другу, потому что у них есть общая цель. Сердца раскрываются. Придите к благостной жизни. У вас не будет вопроса, как воспитывать ребенка одной, потому что вы не будете одна. Когда человек одинок, это значит, что его сердце не раскрыто в отношениях с другими людьми. Вот у нас нет одиноких людей. Вот у меня 70 человек в клинике работают. У нас нет одиноких людей. У нас все люди находятся в глубоких отношениях друг с другом. И нет вопроса, как воспитывать детей. Если у вас нет такой среды, это значит, что вы не дорастли до нее. У вас просто нет развитости к этому достаточно. И все. Развивайтесь как личность. Чем выше развивайтесь, тем больше, глубже отношения ваших детей с социумом и с мужчиной в том числе. Как правильно надо сформировать отношения дочери к мужчинам? Точно так же. Просто поменяйте среду жизни. Когда вы будете в духовной среде общаться, она будет точку чувствовать мужчин, видеть их, вы общаться с ними. Она не будет одинокой, так же, как вы. Не будет. Поверьте мне, что одиночество заканчивается тогда, когда человек попадает в коллектив, где люди стремятся к Богу. Там другие отношения, деловые отношения, близкие отношения. Найдите свою веру. И вы найдете вместе с ней и мужчин, которые будут помогать вашей дочери правильные отношения к ним строить. Как относиться к детям от других браков одного из супругов? Есть несколько ситуаций. Давайте их разберем. Первая ситуация. У меня есть муж, у меня есть дети. Мой муж не является отцом моих детей, но у него есть дети от другого брака. Так? Как строить отношения? Первое. Как строить отношения этого мужчины с моими детьми? Он должен быть другом моих детей. Он должен быть мужем для меня и другом для моих детей. Он должен ненавязчиво с ними себя вести. Отношения строить по-доброму, как друг. И даже не старший. А просто как друг. Дружить с ними. Можно даже, чтобы дети его называли, допустим, по имени Паша. Когда дети почувствуют его теплоту, его любовь и заботу, он будет заботиться, а не дружить. Они также почувствуют, что он хороший дядя и очень умный. И мы хотим также, так как у детей есть склонность, чувство пользоваться разумом старших, они начинают спрашивать у него советов. Все начинается с этого. Все они сначала начинают советоваться с ними, и он становится старшим другом для них. Старшим другом становится для них. Потом следующий этап. Когда он сталшим старшим другом, когда отношения становятся более близкими, он может также иногда сказать что-то строго. С этого момента он становится уже отцом. И это объясняет, что у человека может быть пять отцов вообще. Один отцов, отец это тот, который рожает. Второй это тот, который воспитывает. Он тоже отец, понимаете. Просто вот эти вторые отношения отцовства формируются медленно, если человек ведет себя правильно. Если же он пришел в семьи и говорит, все, я здесь отец теперь. Не факт. Дети сами решают, кто для них отец, кто нет. Даже родного отца иногда дети не принимают. Они могут не согласиться с этим. Докажи, что ты можешь любить. Отец это тот, кто любит, а не тот, кто права качает. Если ты можешь любить человека, а он принимает тебя своим отцом, пожалуйста, люби, как отец, нет проблем. Никто не будет против. Сначала любовь, потом принятие, а потом уже дальше отношения, как и с отцом. Нормально. Они сами будут хотеть, чтобы ты был их отцом. Сами будут хотеть. Таково свойство ребенок. Ребенок всегда хочет этого. Причем, может быть, два отца у ребенка. Не проблема. У них есть отец, который живет в другой семье. Они тоже его любят. Есть отец, который живет с моей мамой. Тоже любит. Все нормально. Проблем нет. Если правильно сформировано отношение. У вас недоверие в глазах такое как-то так проблемное. Нет, вообще я просто смотрю в зал. Вы проработаете эту ситуацию. У вас ведь нет претензий к тому человеку, который является отцом ваших детей. Вы же все простили, проработали. Светлая память о нем, да? Или нет? Теперь другая ситуация. Смотрите. Есть дети вашего мужа. Как прошлого брака. Эти дети вызывают естественную редкость, потому что они связаны с другой женщиной. Одна женщина всегда защищает мужчину от других женщин. Это естественно. Она охраняет свою территорию личной жизни. И когда появляется другая женщина на этой территории, возникает напряг. Это объем работы. Объем работы означает, что судьба не чистая. Есть объем работы. Есть работа. Нет проблем. Что нужно делать? Нужно молиться. Зачем? Для того, чтобы простить мужу его прошлую жизнь. Что у него была такая жизнь. Простить ему, что он в прошлом жил с другой женщиной. Когда ваше сердце успокоится по этому поводу, вы поймете, что вот он жил. У него были такие проблемы. Эти отношения закончились. У них осталась светлая память. Все нормально. Он живет сейчас со мной. Мой муж. Он мне верен. Все хорошо. Но у него есть дети от того брака. Как относиться к этим детям как к своим? Они также являются детьми для вас. Но они такие дети, что вы им помогаете, но на дистанции. Если они сами хотят более близких отношений, можно быть старшей подружкой для них. Если нет, значит тогда просто благословляйте. Благословляйте, чтобы у них все было хорошо. Помогайте мужу заботиться об этих детях. Изучайте их характер. Вы скажете, что мне не приятно. Но это объем работы. Помолились, стало приятно. Причем интересно, я видел такие ситуации, всегда они заканчиваются одинаково. Когда вы живете со своим мужем, у него есть дети от прошлого брака. Вы все промолили, то дальше что происходит? Эти дети начинают тянуться к вам. Как жене своего папы. Вот я вам точно говорю. И вы становитесь для них старшей подружкой. У них с вами развивается хорошее отношение. Поднимите руку, у кого так не произошло. Пожалуйста, будьте счастливы с женщинами. Просто счастливы. Еще одно. Вот, пожалуйста, тренинг. Да. А что если у вас приценились мужем чистые отношения, а вот у них, у женой, когда остались, как они поднимались? Ничего страшного, это их выбор. У вас мужем, к вам дети приходят, и все нормально. У них с женой осталось. Прощайте их. Прощайте, молитесь, прощайте. Все. Продолжайте. А так можете остаться на всю жизнь. Человек остается по ходу выбора, как думать, как себя вести. Придет время, и они раскаиваются. Сто процентов. Но вы просто, это объем работы. Манитесь каждый день, эту грязь убирайте. Свою сердце. Вот я сейчас и говорю, убираю из вашего сердца эту грязь. Чищу. Вам легче становится? Теперь вы сами делаете то же самое. Не бойтесь. Эта грязь не является тем, что разрушит вашу жизнь, если вы сами этого не захотите. Это объем работы. И все. Если вы верите в Богу, вы знаете, что эта работа преодолима по-любому. Вы сможете ее победить. Всегда знаете, всегда грязь основана только на боли. Только на боли. Я вижу ситуацию так, что там, в той семье, мужчины, по-моему, ваш бывший муж, да? Нет? Что за ситуация? Вы сейчас осознаете, что ли, с мужем? А у него жена осталась там, да? Ага. Вот ее муж. У нас замужем что-то жена? Вот ее муж, вот этот вот мужчина, он ревнует свою жену к вашему мужу. Понимаете? Он ревнует те отношения просто. Ну, ничего страшного. Боль. Они испытывают боль там. Поэтому вы тоже страдаете за это. Прощайте их. Люди могут не понимать, чего-то испытывают боль. А? А? У вас хорошего. А? У вас хорошего. Она дура бросила, да? А? А? Он бросил. А? А? Ну, с кармами проработаем. Если он бросил, значит, надо раскаиваться вместе с ним. У них хорошие отношения с его мужем. И у него, в термине, у него, вроде, тоже сложно с ее нормально отношения. Но когда они вместе, это прям все. Помолитесь. Все, чем помолитесь. Он бросил ваш муж, значит, карма не закончена. Значит, ему надо раскаиваться. Или вам за него помогать ему это. Нужно даже. Нужно. Ну, доработайте ту семью своей, молите. Успокойте свое сердце, чтобы там все наладилось. Все это означает боль. Любое страдание означает боль. Боль означает, не хватает Бога, не хватает счастья, не хватает знаний. Сначала приходят счастья, потом знания. Потом разрешают ситуацию. Сначала ваше сердце, потом в их сердце. Двигайтесь вперед в этом, и вы будете побеждать. Когда мы познакомились с каждой стороны, тем не менее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok